МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас второй день месяца белого сияния и покоя 7524-го лета Осьмидса. По одному из древних календарей, а по одному из современных, 13 декабря 2015 года, воскресенье. О достоверности славяно-арейских вет. Часть 3. Такова тема сегодняшней нашей передачи. И я хочу поприветствовать наших главных соведущих. Один из них это Юрий Тяжлов, уже вам хорошо известный. Здравия тебе, Юрий. Здравия всем. Еще один не менее известный Андрей Ивашко. Здравия, Андрей. Здравия, друзья. И Константин Дарманчук, тоже уже нам всем известный. Здравия, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот, когда мы все поздоровались, когда всем пожали руки и передали плавенные приветы, в том числе и тетушкам на Сахалине, которые нас сейчас слушают, теперь можно приступать к нашей сегодняшней беседе. Итак, предоставляю слово Юрию, коротенько так, на часика два, чтобы он мог изложить затравочку к нашему сегодняшнему эфиру. Пожалуйста, Юрий, тебе микрофон. Да, устраивайтесь поудобнее, как говорится. Это уже третья передача. Я хотел вначале кратко так обрисовать те варианты, то есть те способы оценки достоверности, о которых мы говорили раньше. Мы сначала привели в пример Велесову книгу, как была она оценена, какими способами, то есть какие методы были применены, в том числе метод ДНК-генеалогии. Потом мы перешли непосредственно к оценке славяно-арийских вет, и здесь еще применили один метод. Кроме того, что мы начали оценивать содержание непосредственно, потому что в Велесовой книге пришлось оценивать содержание, потому что оригиналов, в общем-то, нет. Вот этих непосредственно самих деревянных дощечек нет. Есть только копии и так далее. И прорисовки. Вот у нас в славяно-арийских ветах такая же ситуация, что у нас есть прорисовки. Они, в принципе, были оформлены для печати в виде компьютерного шрифта, но, тем не менее, есть в таком виде рунический текст. И, соответственно, такой рунический текст, так как есть перевод этого текста, мы начали оценивать его содержание. Начали сравнивать это содержание с другими древними источниками. Стали искать совпадения, стали искать факты, которые упоминаются в разных источниках. И оказалось, что вот такое количество фактов, причем мало того, что просто отдельные какие-то факты, есть целый ряд зависимых логических событий, которые описаны в славяно-арийских ведах и в других древних источниках. Дальше есть еще один способ проверки, это мировоззренческий. То есть необходимо было оценить не только с точки зрения фактов, событий, еще каких-то того, что описано, технических каких-то возможностей, а оценить еще с точки зрения того мировоззрения, которое описано в славяно-арийских ведах. То есть оценить то, на самом деле, сравнить еще то, для чего они были написаны. То есть они были написаны, передать то миропонимание от предков к потомкам. И в этих целях. И поэтому вот эта мировоззренческая оценка является одной из самых важных. Потому что она позволяет, мировоззренческая оценка позволяет увидеть пользу, не то, что критикуют славяно-арийские веды, что как бы и в том числе претензии к славяно-арийским ведам по поводу того, что они могут нанести вред, что они там отрицательно влияют, а наоборот, нам удалось в результате этих конференций установить пользу для общества того миропонимания, которое описано в славяно-арийских ведах. Сегодняшняя наша передача, она будет продолжать вот эту логическую цепочку, которую мы выстроили на предыдущих радиопередачах. И я бы хотел передать слово Андрею Вашко, чтобы он дополнительно мог прояснить еще, как подходить к славяно-арийским ведам, как их сейчас воспринимать. Пожалуйста, Андрей. Хорошо, Андрей, тебе микрофон, вступай в нашу беседу. Благодарю, друзья. Смотрите, мне хотелось бы дополнить то, что сейчас было сказано, потому что постоянно сталкиваюсь, люди задают вопросы о том, действительно, как относиться к славяно-арийским ведам, и сразу видно, что люди не привыкли сталкиваться с подобными текстами, они просто не знают, как с этим работать, и у них нет алгоритма. И поэтому они путаются, теряются, и на основе еще типичного дуального мышления никак не могут вписать славяно-арийский вед хоть в какую-то координатную систему, потому что в имеющееся представление она не вписывается. Поэтому, друзья, давайте мы начнем вот с чего. Где находится источник ведических знаний? И если задать этот вопрос людям, то многие ответят, что в древности. Но это на самом деле не совсем так. Источник ведических знаний находится в вечности, который вне фактора времени. Это важная разница, друзья, я акцентирую ваше внимание на этом. Не в древности, а в вечности. Когда мы говорим про достоверность славяно-арийских вед, равно как и любых других источников знаний, письменных текстов, в основном мы говорим про их достоверность с точки зрения того, действительно ли это древний источник или нет. У людей на основе дуального мышления сложилось примерно такое представление, что древнее значит состоятельное, полезное и нужное. Современное значит новодельное, значит оно не такое состоятельное, не такое нужное. Это типичное линейное одномерное мышление «да, нет, хорошо, плохо». В итоге у людей, я это наблюдал в славянском мире в разных городах, что сложилось представление именно вот такое, что современное – это плохое, а древнее – это хорошее. И когда люди подходят к славяно-арийским ведам с этой стороны, они пытаются найти подтверждение, что этот источник древний, по той причине, что если он древний, значит он хороший. Мне хотелось бы, друзья, вот сейчас была сказана очень хорошая фраза, что нам нужно работать с содержательной частью. Это действительно так. И давайте мы с вами сразу выделим разные системы координат. Мы не будем с вами курсировать только лишь по линии древней и современной. Это не единственный параметр достоверности знаний, которое оформлено в письменном виде. Другой координатной системой является состоятельность информационного наполнения. То есть, сами знания, насколько информация там состоятельна и к чему знакомство с ней приводит в современном мире. То есть, я думаю, наши слушатели сталкивались с тем, что читают древний какой-то текст, не славяно-арийские веды и не ведические, а, допустим, какие-то переводы каких-то других народов, какие-то тексты. Когда читают, то там, ну, мудрости там немного, несмотря на то, что текст древний. А иногда читаешь современную книгу, и мудрость очень велика. Особенно, когда речь идет про какие-то фэнтезийные, например, произведения. Оттуда можно много чего подчеркнуть. То есть, у нас уже есть минимум 4 вариации, 4 составляющие, вернее, 4 варианта. Это у нас древние и полезные знания, древние и, ну, так скажем, искривленные знания, современные полезные знания и современные искривленные знания. У нас, видите, уже минимум 4. Это потому, что у нас уже 2 координатные системы. Мы введем третью координатную систему, это у нас энергетическая наполненность текста. И вот здесь вот мне, друзья, хотелось бы остановиться поподробнее, потому что именно этим славяно-арийские веды и взяли. Любой текст имеет разную энергетическую наполняемость. И знаете, как ее можно прочувствовать, как ее можно увидеть? Дело в том, что текст, который энергетически силен, энергетически наполнен, когда его читаешь, человек входит в измененное состояние сознания, и у него словно на внутреннем экране, параллельно с чтением книги, возникают какие-то уже визуальные образы. И в итоге, если мы возьмем и все эти три системы соединим, то у нас получится минимум восемь различных вариаций, восемь оценок. То есть знание может быть древним или современным, текст, вернее, древний, современный, состоятельный, несостоятельный, энергетически сильный или энергетически слабый. Вот если мы, вот в этой координатной системе, которая состоит из трех координат, как ось X, Y, Z, кто помнит из обычной математики, вот если мы с этой стороны подойдем, то тогда станет более понятно, друзья, и неологи, равно как и люди с раскрытым чувством знанием, диагностировали славяно-арийские веды на предмет их энергетической наполненности. И они являются одними из самых энергетически сильных текстов. Их читаешь, перечитываешь, и каждый раз человек словно погружается в какое-то состояние, такое полумедитативное, и у него начинает пробуждаться генетическая память. А пробуждается она как раз через, внешним проявлением этого являются как раз визуальные образы на внутреннем экране. Что же касается содержательной части, то есть информационной, уже не энергетической, то у нас есть определенный посыл, который заложен в славяно-арийских ведах. Вы помните, что этот посыл носит разный характер, но тем не менее все встроено в цельную логическую такую картину. Она цельная, и те, кто читали данные тексты, об этом помнят. И они могли это прочувствовать. Дальше нужно просто сопоставить с информацией, взятой из других источников. И в том числе и моя личная работа, которая была проведена, исследовательская в этом направлении, и работа других людей, которые не торопились принимать или отвергать, а просто допустили и начали изучение, они пришли к однозначному выводу о том, что независимо от того, древний ли это источник или современный, он энергетически сильный и информация, которая в нем заложена, полезная и тоже сильная. И она приводит к пробуждению генетической памяти. После этого вопрос о древности славяно-арийских вед, он просто не стоит для таких людей. Почему? Потому что ответ на этот вопрос мало что дает. И неважно, эти тексты были написаны 40 тысяч лет назад, или же они были написаны три десятилетия назад. Это абсолютно ничего не меняет. Если источник знаний находится в вечности, то как раз-таки подключиться к этой вечности можно и через медитативные какие-то практики, через глубинные проработки, через потоковое состояние в конце концов. И человек получает доступ к вечности, а все знания, которые у истока, они находятся как раз-таки там. Поэтому чисто гипотетически мы можем допускать, что славяно-арийские веды являются, как бы сейчас сказали, новодельным. Ну, чисто гипотетически. Но это не отменяет ни ценности информационной части, ни мощи энергетического заряда, который они несут, и соответственно, как пробуждают генетическую память. И главный критерий здесь, даже скорее главный аргумент в пользу состоятельности данных текстов, это то, что благодаря данным текстам, благодаря погружению в них, у человека меняется его энергетический контур, и у него начинает потихонечку раскрываться умение работать с потоковым состоянием. То есть, когда человеку начинает приходить через озарение какие-то образы, которые он уже структурирует, упорядочивает и использует в своей собственной жизни. Поэтому действительно славяно-арийские веды являются таким набором ключей. И те, кто эти ключи взяли, применили, использовали в своей жизни, для них вопрос о состоятельности и о достоверности славяно-арийских вед просто не стоит. Примерно так. Может быть, немножко громоздко сказал, конечно, но тем не менее, я надеюсь, что наши слушатели уловили мой посыл. Хорошо, давай немножечко тогда сведем к более точным таким капелькам на листе бумаги, которые из огромного такого объема информации получитовой помогут нашим радиослушателям более конкретизировать сказанное. Первое, что славяно-арийские веды можно улавливать по-разному, можно оценивать по-разному, и для этого существует множество способов, которые даны человеку. Первое, это то, что некоторые хотят что-либо там увидеть, и вполне возможно такая перед ними возможность появится. Но пока еще нет. Второй вариант, когда человек начинает генетически ощущать, это его или не его, что, на мой взгляд, более важно. Когда человек чувствует, вот говорят, например, красивые слова, но лживые, или кривизну, да, и вот человек, который, скажем так, генетически наш, он чувствует, что-то вот воротит его, что-то вот не так, как-то вот не ложится оно. Это вот очень важный момент. А третий момент, те, которые мыслят еще выше, еще выше, они понимают, что от вечности наша современность ничем не закрыта, и получить информацию из вечности, то, что называется ведой. Не ведами, маленькими кусочками, а именно вот ведой, вот в том смысле, что является все алностью, да, что принято говорить. Вот можно и было в те времена далекие, например, через того же, ну, скажем так, Перуна, или представителя какого-то этого великого бога, или через какого-то ученого и так далее, философа, а можно и напрямую получать. Поэтому в данном случае мы можем говорить, что если появляется на Земле какой-то ретранслятор этой альности, этого канала, то он мог написать. То есть вот вам на выбор, хотите это, хотите это, хотите это, хотите это. Вот такие вот пути усвоения, понимания, то, что сейчас называется ведами, и в частности о том, что мы говорим о славяно-арейске веда. Примерно так, да? Да, совершенно верно. Я искренне советую не зацитливаться на древности знаний, потому что эта временная характеристика, она ровным счетом ничего не дает. Человек может, когда он мыслит в таких масштабах, в таком разрезе, в таком ключе, обычно он задает вопрос, покажите подлинники, и тогда докажите, что эти знания, что эти тексты действительно древние, и тогда мы сможем на них опереться. В то время как не все древние знания состоятельны в сегодняшнем мире, и не все современные знания неприемлемы в сегодняшнем мире и не идут на пользу. То есть это, в принципе, координата временная, она условная. И как раз люди, которые духовно двигаются, они понимают, что они переходят из категории привычного линейного восприятия времени, где есть прошлое, настоящее и будущее, они переходят в вертикаль времени, где есть вечность и бесконечность, с одной стороны, вверху, а есть здесь и сейчас. Это то, где мы живем. И наше сознание курсирует вот словно лифтиком. Мы поднимаемся в вечность и бесконечность, что-то считали и протянули сюда. А древность знаний, она как таковая роли не играет. То есть, кто-то в древности, допустим, считывал то же самое. И сегодня люди подключились, считали то же самое, может быть, другими словами выдали, а может быть, и древнее перекочевало в современное, просто нашло другую обертку. Но оно ровным счетом ни на что не влияет. И я искренне советую не тратить свой ограниченный ресурс внимания и времени на те вопросы, от которых, в принципе, мало что зависит в жизни человека. И вот вопрос о древности знаний, он ни на что не влияет. Вот как раз я хотел теперь, когда мы уточнили вот эти основные три пути понимания и познания, я хочу теперь разложить, а чем опасен первый путь? Вот на мой взгляд, первый путь опасен тем, что человеку неведающему, который исключает ощущение и понимание, что передаваться информация может из любой точки всемирия, в любую точку всемирия, в том числе и в наш отраженный реальный мир, то в этом случае, если он это все отклоняет или не признает, что, в принципе, похоже, то может наткнуться на такую интересную парадоксальную вещь. Ему вдруг представляют какую-то вещь, в которой он ничего не понимает. И говорят, а вот это то, о чем мы тебе говорили. А человек, он не умеет понять, что перед ним. Ну, вроде похоже на какую-то старинную вещь. А что здесь написано, какой смысл, когда это было сделано, кем это было сделано, ему непонятно. И здесь получается примерно то же самое, что говорится в одной поговорке. Если тебе какой-то авторитет сказал, что бурундук – это птичка, и ты доверяешь этому авторитету, то бурундук так и будет для тебя птичка. А если ты разбираешься, если ты человек, пытающийся ведать эту жизнь, то ты скажешь, дяденька, какой же бурундук – это птичка? Бурундук – это зверек, полосатенький, бегает, как девочка, прыгает там и так далее. Вот чем опасность. Могут на первом этапе подсунуть любую вещь и сказать, вот это то, о чем мы тебе говорили. Но это совершенно будет не то. То же самое, как сейчас происходит, например, с антиквариатными какими-то вещами, с подделкой картин, с подделкой каких-то статуй. Да много чего сейчас подделывают. Просто их состаривают и говорят, вот, смотрите, мы там нашли, она стоит миллиард долларов. А тот, кто разбирается, скажет, да вы что, ребят, какой это миллиард долларов, это вот на каждой помойке валяется, понимаете, да? Вот это первый путь, который может привести к таким неприятным моментам. Вот что ты скажешь по этому. Могу сказать, что тот, кто гоняется за славянскими именно древностями, рискует стать жертвой мошенников, которые подделывают современное под антиквариат. Совершенно верно, я здесь полностью с тобой согласен. Именно поэтому, друзья, нужно не зацикливаться вообще ни на чем, но тем более опасно зацикливаться именно на древностях славянских. Гораздо важнее. Вот обратите внимание, я просто приведу в качестве примера вопрос с буквицей, потому что люди постоянно задают вопрос, зачем нам нужно изучать древний язык. Вот попробуйте прочувствовать разницу. Одно суждение. Когда люди мыслят в этих координатах, прошлое, будущее, они думают, что буквица – это древний язык. И они действительно задают вопрос. Им кажется, что изучать буквицу – это примерно как изучать латынь, например. Если мы возьмем в другой системе координат, где есть вечность и бесконечность здесь и сейчас, то в таком случае изучение буквицы меняет свой ракурс. Мы уже изучаем не древний язык, а сокровенную основу современного языка. Чувствуете разницу? Вот то же самое, когда мы говорим про любые знания. Важно не на древности их зацикливаться, а на состоятельности их здесь и сейчас. И мы это все получаем с вечности и протягиваем сюда через озарение, через образное мышление. А касательно того, что ты сказал до того, хочется дополнить, что то, что ты обозначил с примером Бурундука и Птички, это есть конфессиональный стандарт. То есть, когда человеку дают текст и говорят, что он священен, он читает, мало что в нем понимает, но при этом чувствует его энергетический заряд и начинает просто в него верить на основе какого-то доверия и собственного чутья, но мало понимая, что в этом, то это и есть, друзья, конфессиональный стандарт. И я уже неоднократно акцентировал внимание, что нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы славянство превратилось в религию и дополнило многоцветие религиозных конфессий России. Славянство не должно быть религией. Славянство должно быть путем познания, внеконфессиональным путем познания. И переход в славянство, а значит и знакомство с информационной и энергетической базой славянского мира должен быть сопряжен с качественным эволюционным переходом, когда человек уже перерастает в конфессиональный стандарт и идет дальше во внеконфессиональное, во внегрегориальное пространство познания, изучая все и напрямую. Вот тогда человеку раскрываются действительно сокровенные знания, которые он считывает с потокового состояния. Кроме того, и хотелось бы последний момент дополнить уже, чтобы дать возможность другим авторам тоже высказаться. Дело в том, друзья, что если человек соприкасается с какими-то знаниями в виде текста, который он недопонимает, у него запускается внутренняя неудовлетворенность в том, что он не понимает чего-то. И эта неудовлетворенность, это недовольство собой приводит к какой-то рьяности, в рьяности в стремлении это познать. Вот эта рьяность как раз нагнетает волну и часто перерастает в фанатизм. Фанатизм, друзья, как явление, психологическое явление, зиждется на несостоятельности понять что-либо. И если вы обратите внимание, то далеко не всегда люди могли сохранить спокойное, ясное такое сознание, когда соприкасались со славяно-арийскими ведами. То есть они, некоторые становились на рьяные такие позиции, начинали искать чужеземных ворогов, в том числе и в ближних своих. А как раз таки фанатизм зиждется на непонимании и на недовольстве собой, чисто психологически. Поэтому со славяно-арийскими ведами нужно работать очень осторожно и очень медленно, погружаясь шаг за шагом, по чуть-чуть, но ни в коем случае не превращать их в центральный элемент книжного учения. Это вот последний момент, на который мне хотелось бы сакцентировать ваше внимание. Ты думаешь, что я просто отпущу? Нет, я тебя просто так не отпущу. Значит, первый момент мы с тобой разобрали. Второй момент, когда человек уже не просто смотрит древне-недревне, а когда он ощущает, мое это или не мое, на генетическом уровне. Здесь есть какие-то подземные, подводные камни, которые могут навредить человеку? Ну, чувствуешь, что да, вот мое все, вот вибрирует все, вот я всегда так жил и так далее. Вот давай здесь посмотрим, что можно поджидать. Да, ожидать может то, что человек может просто перегореть. Смотрите, что происходит, когда человек, допустим, человек, который был с закрытыми глазами, с завязанными глазами долгое время, вышел на яркий солнечный свет. У него глаза резать будут. Как только он взглянул сразу на яркий солнечный свет, повязку сбросили с глаз. То же самое, смотрите, когда человек, у него запускаются какие-то дополнительные энергетические каналы. И вот как раз вот это то, что все внутри бурлит, как ты сейчас сказал, это есть не что иное, как пробуждение каких-то активаций дополнительных энергетических каналов в человеке и во всех его телах. Теперь смотрите, к чему это может привести, если человек не будет соблюдать меру осторожность и постепенность. Эти каналы могут просто расплавиться, потому что они еще не до конца созрели, они только зарождаются, они только чуть-чуть пробуждаются, и человек еще ими не овладел полностью. Он чувствует, что бурлит в нем что-то, но если он вовремя не заземлится, то в таком случае у него есть риск, что эти каналы начнут плавиться. И в таком случае это уже может привести действительно и к фанатизму, и к напряжению на психику. То есть это целый такой ряд возможных последствий. Поэтому везде важно соблюдать меру. По чуть-чуть. Главная техника безопасности при работе с энергетическим посылом ведических текстов, а они довольно высокие, нужно действовать очень осторожно. Человек читает, чувствует, у него действительно все бурлит. Почитал и отложил в сторону, переключился на современную жизнь. После этого опять почитал, опять переключился. И так, чередуя, он укрепляет эти энергетические каналы, и потом они постепенно будут работать уже в полную силу, без опаски. Это примерно, знаете, как если мы пустим по проводу ток определенного напряжения, и будем постоянно его поддерживать, провод поначалу начнет нагреваться, потом раскалиться, а потом начнет и плавиться. И если он расплавился, то надо менять проводку. Вот то же самое с энергетическими каналами, которые только-только раскрываются. Их нужно щадить. Это техника безопасности. Я просто акцентирую внимание на этом, друзья, потому что уже были нехорошие прецеденты, когда люди пережигали сами себя из-за того, что слишком-слишком много, слишком глубоко погрузились. Это, знаете, как человек, который нырнул, но нырнул слишком глубоко, и у него не хватило воздуха выплыть на поверхность. Естественно, что это очень плохо может закончиться. Потому с энергетическим посылом ведических текстов работаем очень осторожно. Это мой вам совет, одновременно просьба. Хорошо. И то же самое можно сравнить с тем, что, например, человеку дают сразу поднимать большую тяжесть, в конечном итоге он может просто надорваться. И я обратил внимание, что многие люди, когда подходишь, говоришь, ну вот чем ты занимаешься, устраивает тебе эта жизнь, не устраивает, что ты хотел изменить. Сразу так все, которые еще не знакомы с славянскими какими-то нашими мировоззрениями, впрочем, сразу, да, все не так, и начинают, те козлы, все те уроды, надо тех снести, этих снести. Хорошо, говорю, давай ты как-то так успокойся, попробуй нашу древность как-то изучить. Ну, чего-нибудь простого начни. И вот человек начинает копаться в чем-то, и вдруг приходит у него, глаза начинают гореть, и он таким становится сразу знающим, вот да, во мне всегда это горело, всегда это во мне кипело, я чувствовал, что так оно есть, я так всегда жил. И в конечном итоге некоторые из этих людей, когда, как ты правильно говоришь, они не останавливаются, не дают передышку своим каналам, они просто превращаются в очередного рода фанатиков. Вот на это я тоже хотел обратить внимание, и ты очень здорово сказал, что уберегите себя от этого, потому что фанатизм – это не наш путь. Это совершенно не наш путь. Я еще дополню по поводу фанатизма один момент, который я не слышал, чтобы кто-то его озвучивал, а информацию эту считаю важным. Дело в том, что существует эгрегор фанатизма. Насколько бы это парадоксально не звучало, но этот эгрегор объединяет людей разных конфессий, которые являются фанатиками. То есть, неважно, по какому направлению человек фанатеет, если он фанатик, он входит в этот эгрегор. Его почему-то не замечают. И в основном думают, что, допустим, есть фанатики, к примеру, от какой-то христианской церкви, одной из, допустим, есть фанатики других каких-то протестантских направлений, есть фанатики от славянства, и люди думают, что они относятся к разным эгрегорам. Они, получается, входят одновременно в два эгрегориальных поля. С одной стороны, это эгрегор той конфессии, по которой они фанатеют, а с другой стороны, эгрегор фанатизма как такового. Это мне хотелось бы обратить ваше внимание на это. Обратил. Благодарю. Ну что ж, музыкальную паузу запускаем. После этого продолжим наш эфир. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Второй день месяца белого сияния и покоя мира. 7500-24 лета. Осьмится по одному из древних календарей. По-современному. 13 декабря 2015 года. До воскресенья. Хотя не просто по-современному. По одному из современных. Современных календарей. Потому что это достаточно большое количество. А достоверно славянно-арийских вед. Часть 3. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный сведущий Андрей Ивашко, Юрий Тяжелов, Константин Дарманчук. Итак, наверное, стоит перейти к следующему нашему участнику. Как думать, другие? Сейчас, секундочку. Вот, Иван, Андрей поднял тему очень важную. Если можно, я прокомментирую. Давай. Юрий включился. На мой взгляд, вот те вопросы, которые сейчас Андрей поднял, они, как бы, вот эта вот оценка подхода к восприятию, к работе с аналитическими ведами, это очень важный элемент. элемент человеческого развития. Но есть определенные моменты, которые нужно обозначить. Во-первых, люди не могут сразу, вот там, человек не готов, чтобы сразу взять и начать работать энергетически. То есть, он вообще не знает, что такое энергетика, что такое работать энергетически. Он, в принципе, никогда не подходил к вопросу о том, что есть возможность человека. То есть, понятно, что он воспринимает все, что связано со слонарийскими ведами по-своему. И в этом плане, в этом плане все те, то есть, это, в принципе, еще одно из подтверждений. То, что человек начинает с собой работать, начинает работа изменять себя, потому что, в принципе, слонарийские веды посвящены тому, чтобы человек смог изменить себя и стал управлять собой, чтобы не инстинкты и эмоции, эмоциональные состояния управлять человеком, а человек смог управлять собой. Для чего это необходимо? А потому, что тогда он сможет воспринимать и определенным образом влиять на окружающий мир. И вот как раз, когда Андрей говорил о вечности, откуда мы взяли веды, то есть, где этот источник находится непосредственно знания, он находится в вечности. Здесь хотел бы добавить, что вот этот источник знаний, находящийся в вечности, это непосредственно законы мироздания. То есть, сами законы мироздания являются доказательством достоверности славяно-арийских вер. Но это для тех, кто еще, для тех скептиков, которые не могут воспринять еще, что же такое славяно-арийские веды. Для тех людей, между прочим, для очень многих экстрасенсов, для этих людей не проблема. То есть, совершенно не проблема, то есть, они смотрят и понимают, для чего нужна эта книга. И просто я немножко решил заполнить вот эти пустоты, которые образовались в результате того, как Андрей характеризовал славяно-арийские веды, и мы их немножко по-другому ставили вопрос к оценке их достоверности. И здесь играет роль, даже, получается, в оценке достоверности славяно-арийских вед играет роль колоссальная информация, которая находится вне славяно-арийских вед, о законах мироздания, о возможностях человека, то есть, об окружающем мире. И именно эта информация, она на текущий момент для очень многих людей, она не просто подтверждает достоверность, а для них даже вопроса такого не ставится, так как заметил Андрей, что не ставится вопрос о достоверности, потому что люди непосредственно сразу воспринимают эти законы мироздания. И с помощью славяно-арийских вед они могут расти, то есть, они могут развиваться в дальнейшем. Вот я решил такую пустоту заполнить немножко, которая образовалась. Молодец, хорошо заполнил. А я хочу заполнить пустоту информационную. Дело в том, что я не предупредил наших радиослушателей о том, что у нас есть чат, из которого мы принимаем вопросы в эфир. То есть, вы можете повлиять на сам эфир, принять в нем активное участие, тем, что будете задавать вопросы. Это первый ваш вариант участия. А второй вариант участия, что вы можете, переписываясь с друзьями по теме эфира, наталкивать нас какие-то мысли и давать нам понимание. Осознаете вы то, что мы говорим? Или, может быть, это проходит как-то мимо? Или, может быть, мы говорим не совсем о том, что вы хотели бы услышать? То есть, войдя в чат народного славянского радио славомир.орг и там ищите слово чат, или если вы не запоминаете латинец, как я говорю, славомир.орг, то просто набирайте народное славянское радио в любом поисковике и попадайте на наш сайт. Вот там ищите слово чат, нажимайте на него. Если вы еще чтобы латинице придумать логин, пароль ввести, зарегистрироваться, только потом не забывать его, и вы становитесь полноценным пользователем чата. Также у нас работает первая защищенная славянская социальная сеть, где вы можете без страха того, что потеряете какие-то свои данные или кто-то у вас уходит что-то, в общем-то, создавать свои посты, пользоваться, общаться с другими. И также есть еще форум, где много-много интересного есть у нас в этом форуме. Вот такое объявление я сделал, и теперь что мы? Переходим к Константину? Или кто-то еще? Или Андрею еще хочешь что-то сказать? Я просто хотел поблагодарить за то дополнение, которое было сделано. Конечно, с ним трудно не согласиться, и поэтому, конечно, полностью подписываюсь под каждым словом. Благодарю за это дополнение. Может, действительно, мне не удалось в полной мере как-то без каких-то пустот донести свою мысль, и благодарю за такую компенсацию. Вот так в нашем эфире вы увидите, как складывается командный дух и как работает команда, чтобы друг друга дополнял каждый, но при этом не возникает какого-то противоборства. Каждый человек понимает, что все, что говорится, это говорится для общей пользы. Это не лебедь, рак и щука, а это совместные дружеские отношения для того, чтобы что-то общее сделать. Ну так что, к Константину переходим? Давайте, конечно. Константин, подключайся к нам. Ну да. Здравия еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня вот был так поднят вопрос о энергетической составляющей, о тонкоплановой составляющей текстов. Юрий дополнил. И я вот сейчас хочу предоставить научный подход в вопросе о достоверности славянолийских вед, чтобы, так сказать, скептиков, которые могут только то, что пощупать, там потрогать, только это они и могут воспринимать. И для этого вот я провел небольшое исследование. На предыдущих передачах мы уже поднимали вопросы о достоверности вед, и подходили с разных сторон к этой проблеме. Но вот я подошел с такой стороны, что если внимательно очень изучать и как Коран, Библию, так и славянские источники, это Велесовую книгу, веды славян, славяно-арийские веды, то очевидно, что можно найти много событий, которые имеют сходство. Ну, например, как в славяно-арийских ведах, так и в Библии есть знания о бессмертии души, о сущности человека. Также Велесовой книге упоминается о том, что души праведников после смерти поднимаются в сварку или в высший мир. Я считаю, что многие тексты из Библии вообще являются более ранними мифологическими и философскими во зрение более древних цивилизаций, собранных в одно целое. Почему я так говорю? Потому что вот имеется следующее доказательство. Так, древний славянский эпос веда славян, записанный и сохранивший Верковичем в 1874 году, существовал на Балканах задолго до того, когда создавалась Библия. Так вот, в этих ведах есть сюжет о рождении Бога Каляды. Вот, кратко сейчас постараюсь пересказать его, чтобы не затягивать. Значит, когда народ начал деградировать, и Вышний Бог направил на землю учителя Бога Каляду, который должен родиться человеком. Для этого Богородица попила живой воды и непорочно зачала этого Бога. Когда местный царь узнал, что родится молодой Бог, то приказал умертвить всех младенцев. Богородица тайна родила Каляду 25 декабря в пещере. При этом на небе появилась новая яркая звезда. Ее увидели волхвы, три волхва, и пришли поклониться Каляде новорожденному, дали ему подарки. И по прошествии времени Каляда, когда повзрослел, то он начал проповедовать и воспитывать свой народ. Вот, вкратце, это одна из книг. Константин, что-то мне это напоминает. Где-то это я уже читал. Да вы что? Да вы серьезно. Кто читал Евангелие, тот узнает, что в принципе это точная копия сюжета рождения Иисуса Христа. Но о том, что веды славян, не подделка, было доказано французами еще в 19 веке. Потому что французы в 19 веке, к концу 19 века создали крупнейшую в то время в Европе школу, занимавшуюся изучением вед Индии. И они в том числе заинтересовались родопскими песнями. Французское министерство народного образования и просвещения даже, дабы убедиться в подлинности сборника Верковича, издала указ и выделила средства на проверку славянской веды в родопских горах. И отослали туда французского ученого Дозона, который отправился в Болгарию в город Сирес. И прожил там более двух месяцев. И подтвердил передоучными кругами подлинность и несомненность сборника Верковича. И опубликовал статьи в журнале Journal Official от 19 февраля 1873 года. Также французский словист Луи Лежар напечатал в журнале Review политики от литературы статью об открытии Верковича этих вед. Итальянский журнал Journal Araldico в 1872 году годом ранее тоже сообщил вот цитирую с итальянского в переводе песни славян по своей важности и обширности занимают первое место между всеми литературными памятниками старины не исключая знаменитой Махабхараты. Еще факт. известный санскритолог переводчик Махабхараты Бурнюф дабы лично также удостовериться в подлинности родопских песен также совершил поездку в Болгарию Македонию и также подтвердил подлинность ведических песен и обычаев среди болгар памаков. Я думаю что скорее всего этот памахский эпос сохранился лишь благодаря тем что эти места очень труднодоступны и отдаленные от цивилизации. Вот и благодаря еще тем что в этих местах было навязано славянам ислам и где вплоть до конца 19 начала 20 даже века существовало своеобразное двоеверие. Мусульманство было официальным и ведическое славянское православие и миропонимание для собственной души. И вот таким образом и сохранился этот эпос то есть такой получился заповедник культурный и об этом также есть много свидетельств в жизни самих родовских общин. Да в принципе и само понятие православие православное очевидно что было заимствовано в ведах так как именно в славяно-риских ведах описаны три мира где существует человек как в виде собственно говоря телесной оболочки так и в виде души. вот смотрите в ведах описаны миры явь это наш мир да то есть это тот энергетический планетарный уровень на который могут иметь влияние и воздействовать на него люди ну или еще так называемый физический мир да как он называется мир навь это мир духов да это тот энергетический уровень планеты на который нет влияния более тонкоплановые сущности и ну как еще их называют духи да в эзотерике его называют эфирные и астральные миры и собственно говоря описано там правь это мир богов то бишь это тот планетарный энергетический уровень на который имеют влияние уже именно те люди которые имеют собственно говоря такую возможность то есть те кто достиг такого уровня развития своей души своей сущности что могут оперировать более высокими материями с более мерными изменениями в пространстве нашей вселенной в целом ну и в нашей планете в частности вот собственно говоря именно таких людей славяне и называли богами да в эзотерике этот мир называется ментальные миры то есть все видите в принципе не то что подтверждено но имеет связь с нашей реальностью именно именно от слова правь я считаю и произошло понятие православия то есть славить правь то есть понимать и почитать законы прави те законы по которым живут боги и которым в принципе люди должны прийти в своем развитии и если же эти законы соблюдаться не будут то мир прави в принципе так и не будет будет недоступным для людей да и вот еще замечание если посмотреть на язык славянского народа то вот это ведическое слово правь то есть мир богов образует очень многие современные русские слова современные русские слова смотрите такие слова как правда правильный праведный правота правление управление исправление правительство в конце концов прав неправ ну множество слов то есть корнями всех этих слов является прав я думаю что всегда надо обращать внимание именно на язык народа на язык культуры да потому что подменить язык и культуру очень сложно для этого потому что необходимо очень много ресурсов много умов и главное очень много времени вот к примеру попробуйте в одночасье заставить простых людей говорить и понимать слова по-другому но при этом правда могут действовать тоже по-другому потихоньку вводят заимствование подменяют слова старые на новый смысл так например сейчас в русском языке из-за подмены понятий смысл многих слов за многие лета превратились из позитивного полностью негативные то есть что нельзя вырвать из памяти народа просто заменяют смысл ну какие примеры здесь например дурак там оголтелый крамола разбойник ведьма какие еще колдун кощуны невеста колдун кощуны вор в законе в конце концов друг и враг известные всем вам аферы с приставками без и без ну и так далее вот давайте рассмотрим еще один гвоздик в вопросах о достоверности славяно-арийских вед сейчас все современные летоисчисления заменены в нынешнее время на до и после нашей эры так называемого рождения Христа хотя на Руси еще вплоть до Петра Первого пока он не сделал свою диверсию сразу после возвращения своего из Европы существовал другой церковно-славянский календарь который исчислял года от сотворения мира но по странному совпадению именно такой же календарь описан и славянно-арийских ведах только летоисчисление он ведет уже от сотворения мира в звездном храме ну здесь наверное необходимо пояснить почему именно в звездном храме так как уже в календаре славян а не в церковном византийском календаре были временные циклы наряду с неделя месяцем летом и так далее был так называемый круг жизни продолжительностью 144 лета и его можно в принципе сопоставить с нормальной продолжительностью человеческой жизни какая должна быть так вот если в современном веке года просто были пронумерованные первый год второй третий десятый сотый и так далее то в круге жизни каждое лето год имеет свое собственное образное наименование лето фиолетово змея лето небесного орла в том числе лето звездного храма то бишь все 144 систематизированных названия были у каждого лета так вот я предположу основываясь на своем исследовании которые были приведены на предыдущих передачах отголоски этой древней системы летоисчисления можно наблюдать в современных восточных календарях там в виде огненной обезьяны красных драконов и так далее что в принципе несомненно доказывает реальность именно вот такого славянского календаря так вот календарь ввел свой отчет от заключения мирного договора что и является собственно говоря сотворением мира воюющими сторонами после великой войны с аримами китайцами и на данный момент мы живем в лето 7524 года от сотворения мира звездном храме смотрите из-за навязанного Петром Первым чужого календаря у русов убрали более 5000 лет жизни и не просто лет но летописи именно из жизни народа и благодаря этому которые за эти 5000 лет были в наших сказаниях заменили на наши летописи на историю созданную наемными историками немцами которые собственно говоря и навязали нам свою нормандскую теорию и то что якобы славяне до приглашения наемного правителя Нормана Рюрика были просто примитивными племенами кстати вот недавно нашел что сам якобы основатель славянской письменности Кирилл в своем панонском житии писал что он приобрел в Херсонесе Евангелие написанное русскими письменами то есть он сам доказывает о том что были еще русские письмена помимо того что они преподнесли что в принципе в том числе доказывает что письменность на Руси была именно до Кирилла и Мефодия вот мы продолжим дальше попробуем применить научный подход и исследовать официально признанной наукой славянские документы и постараемся найти еще одно доказательство подлинности нашего древнего славянского календаря так вот если взять официально признанную не старую летопись или как ее еще называют повесть временных лет Радзивилловская летопись в ней все отчеты ведутся так же как и в календаре от сотворения мира в звездном храме значит у славян на момент так называемого подарка в виде письменности уже был свой календарь что подтверждает летопись что кто-то считал умел считать кто-то вел записи и числа при этом записывали буквами значит была какая-то буквица ну если не верите то найдите сейчас в интернете сканы этой летописи вот я например взял википедии 14 лист Радзивилловской летописи из списка 15 века описывающий поход Вещего Олега на Царьград вот ну сейчас в принципе радиослушатели могут найти этот 14 лист мы перейти на музыкальную паузу а потом продолжим чтобы продолжить наше дальнейшее исследование ну что ж так занимательно рассказывал увлекательно рассказывал что даже не хочется на музыкальную паузу переходить честно говоря ну я могу продолжить да ну регламент есть регламент поэтому давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу а дальше продолжим разбирать тему в эфире Народное Славянское Радио продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио второй день месяца и покоя мира 7524 лет остворении мира звездных храмей асьмица по одному из древних календарей по одному из современных 13 декабря 2015 года воскресенье о достоверности славяно-арийских вед часть 3 такова тема сегодняшнего эфира и мы продолжаем слушать небольшой доклад ну небольшой не означает что незначимый но очень интересный Константина Дарманчука пожалуйста Константин предлагаю продолжить и всем предлагаю запастись не только вниманием но еще и запастись ручками чтобы записывать некоторые фразы которые здесь звучат чтобы потом можно было это все подчеркнуть и тем кто еще не осознал это доносить пожалуйста Константин ну я думаю за время паузы все нашли да это 14 лист разъявил в скалетописи вот он передо мной тоже ну вот начнем сейчас исследование именно этого листа да так вот что же можно увидеть с самого начала вот в этом оригинальном тексте взятом из википедии начинается вот там картинка такая интересная начинается она со слова вот смотрю на нее читаю первая буква заглавная буква веди пробел дальше одним словом буква люди буква твердь и буква ять ну что несомненно является словом в лето да тут я думаю никаких нету сомнений далее следует числа почему числа ну так как над буквами стоит волнистая черта так называемого числового титла и стоят дальше буквы такие зело которая похожа на английское с потом точка далее буква далее буква оук точка и сочетание буквы аз и буквы и вот так именно обозначали цифры буквами на руси да давайте разберем что же это за цифры перед буквой зело стоит косая наклонная справа налево черта так вот согласно правилу церковного письма она указывает на принадлежность буквы зело именно к тысячному разряду а сама буква зело является шестой по счету в церковном букваре то есть здесь получаем цифру шесть тысяч видите как одной буквой можно обозначить целый шесть тысяч дальше буква ок числовое значение этой буквы в старославянской кириллице это число четыреста это вот взято например из википедии то же самое дальше сочетание букв аз и буквы и получается числовое значение один это аз так как первая буква в алфавите и буква и которая обозначает десятковый порядок тоже взято из википедии то есть сочетание аз и буквы и дает сумме число одиннадцать и читается как один на десять значит полное прочтение вот этого выражения шесть тысяч и четыреста и один на десять то есть страница по современному будет начинаться со слов в лето шесть тысяч четыреста одиннадцатого года так вот если сейчас семь тысяч семь тысяч пятьсот двадцать четвертое лето отнимаем найденное нами шесть тысяч четыреста одиннадцатого то получим 1113 год или лето да это в принципе и есть время похода вещево лего на царьград о чем описывается в этой летописи ну все верно да вроде бы так вот как можем увидеть в древних официально признанных летописях отчет времени велся как и в календаре описано в славяно-орийских ведах ну скептики сейчас могут мне возразить что это был византийский календарь который был официально принятый в девятьсот восемьдесят восьмом году императором Василием в Константинополе в Византии но сделаю еще раз небольшую отметку мы сейчас проводим на именно научное исследование и поэтому продолжим анализировать и синтезировать данные как исследователи что можно подметить и византийский церковный календарь от сотворения мира и славяно-орийский календарь от сотворения мира в звездном храме очень поразительно похоже как в своем названии от сотворения мира так и в цифровом значении разница у них по-моему всего составляла один год но еще начало отсчета года оба они начинают отсчитывать год в марте месяце есть так вот чтобы разобраться в этом вопросе необходимо прежде всего повторяюсь как исследователю понять что же представляет собой византийская империя вот если посмотреть в той же википедии смотрим цитирую византийская империя или византия или восточная римская империя государство сформировавшиеся в 395 году вследствие раздела римской империи то есть значит она является продолжением римской империи так вот продолжу свою мысль даже согласно официальной науке считается что культура древнего рима так называемая романская культура возникла на основе этрусской культуры думаю здесь нельзя провернуть обратимся опять к википедии этруски вот цитирую латинская этрусци самоназвание рассена очень удивительно да само название ну продолжу древняя цивилизация населявшая в первом тысячелетии до нашей эры северо-запад апенинского полуострова и создавшая развитую культуру предшествующую римской и оказавшую на нее большое влияние римские заимствования уэтруссков включают развитое инженерное искусство в частности возведение арочных сводов зданий а также исключительные познания в области анатомии в том числе хирургические навыки многие научные культурные достижения вот пойдем дальше по началу римом правили именно этрусские цари до 509 года до нашей эры когда римское царство было преобразовано в аристократическую республику так вот попробую сейчас ответить на вопрос кто же такие этрусские были в середине 16 века русский археолог и историк чертков Александр Дмитриевич пришел к выводу что этрусские были славянами ну я думаю что не нужно говорить о том как ученый мир это воспринял признать что русские населяли Италию еще до возникновения Рима и основали там очаг древнейшей высокой культуры ну значит просто расписаться в своем невежестве и невежестве авторитетов но независимо от черткова славянскую версию происхождения этруссков предложил также еще польский археолог и коллекционер Тадеуш Воланский он опираясь на древнеславянские языки успешно прочел не только этрусские тексты но и множество других древних надписях найденные в разных местах всей Европы в западной восточной и в Азии работа черткова и Воланского не были опровергнуты наукой в них они не смогли найти никаких ошибок ну тогда их просто не восприняли и замолчали так вот опираясь на исследования и доказательства Воланского черткова можно сказать что так как Римская империя в принципе является продолжением Этрусии или Рассени по самоназванию из Википедии то и Византийская империя являясь продолжением Римской также несет много славянских следов своей культуре как последователь вот пойдем дальше почему бы не осмелиться и не предположить что именно древний славянский календарь отцетворения мира в звездном храме и являлся прообразом для возникновения византийского церковно-религиозного календаря отцетворения мира как вам там такое ну логическая цепочка по-моему здесь точно соответствует научному подходу к исследованию но к сожалению спустя уже 300 лет от времен Миллера до Шлёцера ложь и замалчивание в славянском опросе к сожалению продолжается да вот еще одна деталь в вопросе поднятом в начале от дикости славян до Рюрика что русскую сторону с древности официально на картках называли в том числе и ну кроме там известных тартарий и гордарикой то есть страной городов на Ремезовской карте Сибири такое количество городов что думаю сейчас только нет да парадокс множество городов было это опровергнуть нельзя есть признанные официальные подтверждения этому множество дорог было которые соединяли эти города дороги также отмечены на древних картах ну я даже осмелюсь сказать что своя почта была ну как доказательство этому могу предоставить множество найденных берестинных грамот писем найденных и кстати официально признанных ведь согласно официальной версии ученых они попали в землю почти сразу после своего написания и прочтения и неизменными пролежали до наших времен то есть берестинные грамоты являются уникальным археологическим письменным документом который обладает ну просто исключительно достоверностью его невозможно было переписать и поэтому построенная на анализе берестинных грамот история в принципе будет отражать предельно точный ход событий важное замечание в вопросе берестинных грамот сделал Андрей Тюняев в своей новой книге словарь берестинных грамот 11-12 века где он доказывает что во-первых материалы берестинных грамот показывает что в них тот же состав частей речи что и в современном русском языке а именно это имя существительное имя прилагательное имя числительное местоимение глагол наречия предлог союз частица междометия причастие идея причастия предакторы модальные слова и во-вторых что за последующие тысячелетия после написания этих грамот в русском языке не появилось ни одной новой части речи очень важное замечание это говорит о том что с одной стороны о крайней устойчивости русского языка да а с другой стороны о том что до состава письменности в найденных грамотах должно было пройти не одно тысячелетие если не десятков тысячелетий прежде чем сформировался был такой полный и богатый состав частей речи ну я думаю что современные филологи прекрасно знают и понимают что язык тем более такой многосторонний и сложный язык как русский не может просто возникнуть сразу за короткий период времени он формируется как минимум десятками тысячелетий так вот Андрей Тюняев провел тщательный анализ по русским берестыным грамотам и сделал вывод вот цитирую грамоты обнаруживаются в тех местах где и сейчас живет русский народ берестяные грамоты подтверждают что на Руси было сильное государство а вовсе не Киевская Русь связи с Киевом в грамотах нет так вот еще значит анализ берестных грамот ну я много очень их поисследовал за вот эти 3-4 дня показал что в основном это были долговые расписки подсчет урожая бухгалтерские записки и простые письма друг другу и вот где я про почту говорил да отсюда вам можно сделать вывод что раз письма были значит очевидно должна быть служба типа современной почты которая собственно говоря и распространяла их по гардарике да да еще один факт раз есть факт берестяные письма неопровергаемые да причем не знати а простых граждан ну это элементарно определить по содержанию писем то это доказывает как раз и то что и грамотность была среди людей и математика была с умением высчитывать проценты и и прочие бухгалтерские счета и грамотность была в том числе среди простолюдинов что видно из писем в просвещенной Европе в принципе еще долго этого не было в то время короли еще тогда подписывались крестиками да но какой вывод делают ученые что при всем вот этом богатстве на Руси якобы не было ни своей государственности ни своей грамотности ни своих летописей вот так сейчас фарс продолжается да когда наконец-то вышли из тени славянские источники славяно-арийские веды велесова книга веды славян их просто замалчивают если этого не получается в связи того что люди интересуются интернет в конце концов да становится доступным все то просто тогда их начинают обливать грязью обличать подделками ну и наконец вместо того чтобы их подробно изучать их просто запрещают как сейчас это идет процесс со славянно-арийскими ведами вот я немного отступил да но думаю что это все по теме ну подведу такой вот итог что за время когда шла так называемая ночь сварога нас 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 приучили думать что все что связано с нематериальным миром о чем говорил Андрей да всегда непонятно и всегда лживо но в то же время когда наши предки предки славян еще тысячелетия назад целиком понимали вот все многогранное устройство мира и вселенной ну что собственно говоря и сообщается в тех же славянно-арийских веток да сказах описанных в них вот например если взять сказ о ясном соколе который проанализировал академик Левашов Николай Викторович то он очень так сказать четко доказал что миропонимание у славян еще тысячелетия назад было космическим и что даже сейчас мы еще не дошли до этого уровня понимания законов природы вот а русы славяне десятки тысяч лет назад действовали уже не только на уровне планеты но и на уровне всей пространства вселенной а мы до Марса до сих пор долететь не можем так вот я думаю что доказательств в вопросе о достоверности славяно-арийских вет по-моему за вот эти циклы наших встреч уже сделано предостаточно и я думаю необходимо чтобы ученые мужи с дипломами и со своими регалиями начали изучать этот вопрос и сделали и сделали свои выводы основываясь на именно на реальных фактах на современных археологических выводах на основе анализа ДНК генеалогии но никак не на политике или боясь там за свои ученые степени вот ну вот такой вот небольшой анализ да который привел вот к таким результатам вот что я хотел сказать хороший анализ а мне хочется добавить вот что когда говорили о старении мира в звездном храме то да здесь на самом деле 144 лета это полный круг и вот как раз лето звездного храма оно 112 и имеет как раз цвет красный но это не говорит что именно с этого момента началось вообще летоисчисление славян это один из этапов нового летоисчисления а до этого были другие этапы которые например там от великой стужи от третьего прибытия в Айтманы Перу на створение великого колора осенья основание какого-то асгарда к примеру или великого переселения из Дарии период трех лун асадей и много-много чего другого и там измеряется 13 тысяч лет 40 тысяч лет 44 тысячи лет 106 тысяч лет 112 тысяч лет к примеру и так далее и тому подобное поэтому измерений лет исчислений вернее было достаточно большое количество и они все касались какого-то знаменательного события ну к примеру там 604 с небольшим тысяч лет назад от времени трех солнц ну знаменательная хорошая дата но просто слишком большие цифры надо трудно произносить поэтому и взяли последнюю знаменательную дату сотворения мира в звездном храме то есть сотворение мира между народами после асы или то что более привычно военных действий вот с той поры и прошло 7500 7524 лета так ну что какие дальше планы кто еще на что хочет сказать высказаться у нас еще есть 8 минут до музыкальной паузы а можно я конечно можно вот что тут поражает сейчас даже вот в этом исследовании последнем Тюняева делов сам факт того что проанализировать берестяные грамоты никто не взялся кроме Тюняева то есть что их не было до этого что они ну то есть как бы никто их не изучал а ведь действительно такие факты установлены которые ну они достаточно отчетливо говорят о неизменности русского языка да это означает что этот момент можно экстраполировать в прошлое что он так не меняется сильно русский язык да это можно в принципе даже и увидеть там велесовые книги значит в более древних источниках можно увидеть вот потом очень важный факт там вот в этой книге я надеюсь он может быть даже на народном радио появится Андрей Алексеевич Александрович да у нас прошли пришло сообщение из Белых Альф о том что Андрей Александрович Тюняев выпустил книгу и книга вот недавно в свеженькой испеченной жизетипографии появилась поэтому мы сейчас как раз связываемся и надеюсь что в ближайшее время у нас он будет в эфире очень хорошо бы было бы может быть даже удастся поучаствовать вместе ну как говорится чем кто-то не шутит да участвуем потому что еще один факт вот что касаемо Киевской Руси то есть оказывается на огромной территории были распространены берестяные грамоты там указаны в берестяных грамотах огромное количество имен рек и местностей и там приведены даже ну я думаю что Андрей Александрович он там расскажет поподробнее практически вся территория существующая территория России охвачена вплоть до Приморья то есть там насчет Сахалина не знаю ну вплоть до Тихоокеанского побережья вот а это говорит о том что если вот это все было распространено таким образом то это практически единое государство было а это в принципе на текущий момент ломает опять же современные представления размещения скажем так там разделений да там совершенно разные причем определенный период уже установлен определенная датировка это тысяча лет назад то есть в тот период в тот период когда уже было крещение Руси в тот период было огромное государство которое еще о крещении Руси можно сказать не знало о Киевской Руси еще можно сказать не знало то есть по сути как бы говорится о том что извините вся наша территория это была такая большая империя можно даже так сказать причем достаточно грамотные то есть образованные люди которые писали письма и умели не просто читать и писать а как бы велся бизнес ну бизнес это не по нашему Юрий давай будем говорить своими словами слово империя у многих ассоциируется с какими-то захватческими войнами и порабощением других народов ради ресурсов хорошо огромное государство держава держава более по нашему держать и недаром у наших королей царей помните что у них в руках было скипетр и держава вот держава такой типа глобуса который он держал то есть это вот державность то что мир находится в руках правителя который живет по праве владыки владу который находится вот поэтому скорее всего держава да вот больше мне нравится такой подход а государство когда уже появились государи а государство это уже узурпированная власть если владыка владу с народом был и поэтому его назначал народ то в этом случае все сходится получается властвовать и в державе, а государь это когда уже он брал под себя все поэтому когда говорят, что например там славяно-арийская империя как-то так мурашки по коже бегут но с одной стороны да, по размерам там может быть и включение других маленьких территорий, но не по сути все-таки империя это несколько другое продолжай пожалуйста ну еще один фактик который тоже был замечен в общем-то вот это написание с помощью цифрового написания по крайней мере можно проследить даже от славяно-арийских вет до Радзивилловской летописи, потому что тут используется в общем-то похожий принцип формирования непосредственно цифровых значений вот это как бы еще одно замечание к тому что Константин сказал то есть если напрямую например уническая запись как бы не перешла то есть не превратилась она превратилась конечно со временем но она не настолько похожа то вот как раз цифровая запись она похожа то есть схематическое изображение так ну это к вопросу комментирования то что Константин исследование Константина значит я еще у меня немножко правда времени может быть сейчас музыкальная пауза и после этого я бы хотел бы с чего начать так как сейчас как бы есть еще один вопрос который не рассматривался ранее но который мы сегодня уже затронули о достоверности славяно-арийских вет с какой стороны подойти как оценить эту достоверность и мы не подходили с точки зрения вопроса то есть мировоззренчески как бы мы описали что можно мировоззренчески оценить то есть непосредственно уровень мировоззрения уровень миропонимания вот но в эту оценку мы не вкладывали законы мироздания которые нам уже известны то есть нам достаточно много известно опять же эти факты мы берем и из официальных источников и из как бы какой-то литературы дополнительной которая например описывает то что человек не умирает полностью то есть большое количество экспериментов проводилось по исследованию реинкарнации она достоверно установила я на прошлой встрече приводил книгу Галины Локтионовой там описаны фамилии исследователей где когда это проводилось достоверно установлено что человек не умирает то есть его сущность может переместиться в другое тело то есть воплотиться вновь подтверждение этому мы видим вот пожалуйста в ведах славян Константин приводил пример я ранее еще приводил пример то есть возможные различные воплощения причем мы уже сейчас говорим не о славяно-реских ведах просто мы говорим о тех представлениях которые есть но они не широко известны то есть на текущий момент вы можете найти достоверную информацию вы можете найти литературу в которых говорилось о таких исследованиях непосредственно хорошо давай на этом мы прервемся сейчас запустим музыкальную паузу и после этого продолжим разбираться с заявленной темой в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомним что по одному из современных календарей 13 декабря 2015 года воскресенье а по одному из старинных второй день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета створения мира в звездном храме асьмится если вы видите что да на ваших календарях что-то похожее есть это означает что вы можете войти в чат народного славянского радио и задать там вопросы и тем самым как-то повлиять на прохождение нашего эфира и получить какие-то ответы от наших главных соведущих или же просто пообщаться со своими друзьями для этого вам нужно войти на наш сайт в любом поисковике набираете народное славянское радио входите дальше ищите слово чат нажимаете на это слово регистрируетесь в латинице придумывая себе логин и пароль так чтобы главное потом не забыть их и после этого становитесь полноценным пользователем также напомню что на сайте работает первая социальная сеть защищенная где вы можете быть уверены что ваши данные не украдут и они потом вдруг не появятся где-то в интернете а также есть интересный форум где много что уже выложено и вы можете также присоединиться помочь в разработке самого сайта помочь в разработке мобильного приложения для каких-то переносных устройств планшетов и смартфонов то есть принимайте участие в создании этого радио делайте мир лучше сейчас я передаю микрофон Юрию пожалуйста Юрий продолжай очень хорошую тему затронул как-то вот интересно послушать что там дальше у нас по этой теме получается а дальше хочется снять вот такой психологический барьер между пониманием современного человека то есть живущего в нашем обществе и тем что написано в слонарийских ведах это в принципе еще одно как я уже сказал то что наши представления существующие которые можно подчеркнуть в наше время в интернете не являются древними источниками не являются какими-то древними текстами это информация которую например как я уже сказал о реинкарнации об исследованиях воплощении и перевоплощении человека о возможностях человека вы можете подчеркнуть непосредственно сейчас эту информацию почему же она как бы не может являться подтверждением достоверности слонарийских вед ну как бы вот давайте вот сейчас вот этот уровень зафиксируем возможности человека реинкарнации да значит давайте увидим что веды славян не менее необычный чем славяно-арийские веды в ведах славян говорится о летающих людях о богах живущих до воплощения и после воплощения уже в физическом теле кроме этого говорится о золотых книгах по которым боги скажем правильно сформулировать они ну можно сказать что учили людей наставляли их на путь истинный после того как вот как раз что касаемо бога Галиды когда он воплотился он там неоднократно упоминается что с помощью золотых книг он просвещал то есть промежуток еще у нас как бы достаточно такой большой в том числе до тех моментов которые описаны в славяно-арейских век так вот обратите внимание историки исследователи они были почему-то направлены на сравнение источников но к исследованиям мало кто подходит со стороны того особенности существования нашего текущего общества то есть вот общество в текущем состоянии оно тоже имеет определенные особенности и общественная жизнь подчиняется определенным законам и я как раз хочу задать вопрос с одной стороны все же мы понимаем что какое-то время назад наше общество деградировало я думаю здесь не будет людей кто как бы будет сомневаться мы видели какие-то процессы деградации значит мы понимаем что общество деградировало а когда сейчас пошел процесс такой консолидации общества там и так далее никто не называет что происходит с обществом что это за процесс а это процесс развития общества так вот о процессе развития общества почему-то достаточно мало литературы процесс развития общества в принципе он не может без человека без развития человека происходить опять же как бы наблюдаете такую никто о развитии человека не говорит сейчас но тем не менее вопросы деградации все воспринимают, есть вопрос деградации. А как же назвать, что в обратную сторону, когда деградация уходит, да, это, то есть как этот процесс назвать? Молчание. Это и есть процесс развития. Другой вопрос, что этот процесс, он происходит, но люди на него просто не обращают внимания на текущий момент. И, но, надо, вот как раз, чтобы оценить, насколько не обращают внимания, пожалуйста, радиослушатели, напишите, кто хотя бы знает, откликнитесь, кто знает, что есть такая наука акмеология. То есть предложение в чате написать, кто из вас знает, что это такое за наука. Еще раз повтори название. Акмеология. Хорошо, сейчас будем ждать ответа от наших радиослушателей, а ты пока можешь продолжать. Что же получается? Получается, что в принципе путь развития, хотя он абсолютно логичен. То есть мы даже его видим. Вот когда мы из состояния деградации возвращаемся в какое-то другое человеческое состояние, назвать его можно, мы понимаем, что мы просто его не называем. То есть мы определенным образом развиваемся. Так и общество. Общество не может без людей. И не получится так, что общество как-то отдельно развивается без людей. Потому что оно только из людей состоит. Соответственно, получается, и общество развивается вместе с тем. Другими словами, там идут процессы консолидации, объединения, еще все-таки приведения к каким-то общему мнению и так далее. И вот эти законы, они идут в одном направлении. Они идут в направлении, это имеет характер эволюционного развития. То есть сами-то того не подозревая, вот можно сказать, что объединившись, например, на вопросе присоединения Крыма, наше общество немножко стало на другой эволюционный уровень. Оно просто осознало некоторые основополагающие элементы, что это единение с теми людьми, которые захотели быть с нами, что это нам не... Ради того, чтобы иметь какие-то западные ценности, мы не пойдем на разрыв с этими людьми. То есть общество заняло позицию, то есть люди в обществе заняли определенную позицию. На этой позиции все больше и больше проявляется вражеское отношение к нашему обществу. То есть мнение пятой колонны, оно проявилось очень сильно именно на этой позиции. То есть мы все увидели вдруг, что там Макаревич, там еще кто-то, они вдруг в совершенно непонятную заняли позицию, вот, вообще противоречивающуюся обществу. Вот. Но тут я хочу подметить, что именно направленный уровень, то есть у вот этого процесса в обществе это направленный уровень. И люди просто вот, опять же, к вопросу акмеологии, как науки, есть вся информация. И в силу того, что как бы это направление не освещается, направление развития человека и развития общества, не освещается, хотя вопросы стоят на государственном уровне. Вопросы развития общества подняты на государственном уровне. Но при этом сам факт того, что это в любом случае эволюционный рост, то есть рост самосознания каждого человека, рост его, скажем так, его самообучения, потому что человеку приходится самообучаться, рост самоорганизации его. Вот то, что именно такие процессы происходят. И, соответственно, дальше происходит вопрос, происходит такой процесс, что когда период осознания как бы затрагивается, человек прекращает там иметь вредные привычки сначала. Потому что понимает, что определенную цену, не просто ценность, а представляет собой его жизнь, его существование в физическом теле даже. Его желание продолжать род, его желание сделать для рода все, что возможно в его силах на текущий момент. Его желание дать образование детям, высокое. Именно поэтому сейчас у нас такое противостояние с родителями, с той системы образования, которая сейчас у нас в России установлена. И получается, что законы развития общества, они едины. То есть просто вот этот эволюционный момент люди в нашем обществе не воспринимают, но он есть. То есть по нему есть вся информация. Также, если вы захотите, вы можете увидеть принцип эволюционного развития, вот как даже можете увидеть в животном мире подтверждение этого закона. То есть вот что происходит у людей, как развитие происходит через общество, не через эгоизм, который нам навязан в западных ценностях, а именно через переосознание человека в обществе, его общих задач этого общества, как оно подстраивается, перестраивается, перестраивается в общество другого уровня, где это не просто интересы эгоистические людей учитываются, а вот, например, я могу дать образ после Великой Отечественной войны, во время Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, когда люди отказывались от собственных, то есть добровольно, непринудительно отказывались от собственных каких-то желаний, потребностей и так далее, и создавали-создавали новое ради общества. Это и есть общество более высокого уровня. И таким образом можно увидеть, что в славянерских ведах есть принципы, и как индивидуального развития человека, как его выхода на позицию, на уровень человека-творца, победа над собственными инстинктами, над собственными эмоциями, над желаниями, не в угоду лично ему, а в угоду, даже не в угоду можно сказать, а на пользу того большого такого, ну, можно сказать, рода, большого рода или нескольких родов славянских. И это общество, которое, то есть это не просто вот индивидуальное развитие, оно шло совместно с обществом, то есть общество занималось, осознавало, то есть совокупности все члены общества осознавали и необходимость индивидуального развития, и необходимость формирования нового уровня общества. И вот это и есть тот сам, то еще одно подтверждение того, что веды несут информацию о высоком обществе, о высоком. То есть и подтверждение этому вы можете увидеть во очень многих местах. То есть если вы, да, я не знаю, сколько ответило, сейчас я в чате не вижу, сколько ответил человек про акмеологию. Тебе интересует, сколько ответил? Да, сколько ответил, вообще кто-нибудь знает про акмеологию. Ну, человек один написал, Виталий, я слышал. Дальше кто-то улыбнулся, но не очень хорошо в этом разбираюсь. Ну, вообще-то наука о развитии человека. Да, я сбросил ссылочку, так что можете посмотреть. Это в очередной раз призыв, приходите в чат здесь, потому что ссылками обмениваются как раз по текущим вопросам, которые в эфире обозначаются. Еще хочу подчеркнуть, что техническая, ну, например, техногенная, технический прогресс, ведь мы же формируем, у многих сформировано мнение, кстати, о техническом прогрессе. Тоже вопрос к радиослушателям. Пусть напишут, например, он, как считают радиослушатели, он отрицательный для общества или положительный? Да ты прям провокатор какой-то. А почему? Пишите, пишите, радиослушатели, пишите. Как чат все стерпит, пишите. Нет, тут ситуация такая, что альтернатива-то не показывает обществу. Альтернатива есть? Вот, средства массовой информации и так далее. Там уже такие проекты идут, что, пожалуйста, мы скоро будем себе имплантанты вставлять просто и превратимся в керметическую сеть единую. Ну, сначала там чипы себе повставляем, в общем-то, и будет система, достаточно планетарная рабовладельческая система. Но я к тому вопросу, что если вы задаетесь этими вопросами, пожалуйста, я почему-то не видел в интернете путей других. То есть необходимо, то есть получается, общество стоит на перепути. То есть техногенный уровень развития или другой какой-то. Другой какой-то. И, пожалуйста, оцените, увидите другой какой путь развития общества. Я представляю так. Уже было направлено, это не только, понятно, мое личное мнение, значит, уже были об этом высказывания у нас на наших эфирах. Суть развития общества в том, что каждый представитель его прекрасно осознает все причины. То есть он осознает вот эти все механизмы, которые сформировали в течение тысячелетий, скажем так. То есть то древнее общество, оно сформировало определенные уже механизмы существования. Они существовали тысячелетия, там десятки, сотни тысячелетий существовали. И эти механизмы, они уже выработаны. Они выработаны, и это общество смогло даже генетически себя изменить, потому что любая деятельность откладывается, деятельность как бы откладывается на уровне ДНК. Ну, этот механизм мы, возможно, еще обсудим, но есть тоже исследование, то есть как непосредственно деятельность человека влияет на него самого. Вот эти все механизмы формирования общества, то есть общество, которое знает эти механизмы, оно смогло сформировать определенный уровень знаний, такой высокий, чтобы члены этого общества имели этот эволюционный уровень знаний. Потому что без этого эволюционного уровня каждого члена общества невозможен общий уровень. И это знание позволяло, например, непосредственно воспитывать так, молодое поколение, чтобы этот уровень даже рос постепенно. Рос постепенно, и в обществе в таком, как бы, глупо было, ну, например, как все знали, что такое запрет на что-то. Почему? Ну, потому что просто они знали причины и последствия. То есть вот у нас, как бы, наше общество на текущий момент как бы какие-то дает запреты, пытается, да, то есть разные социальные группы пытаются, как бы, нас убедить в том, что вот запрет там, определенный запрет, это высокое благо. И есть несколько примеров. Ну, например, не убей, да. Так вот вопрос, а почему? Почему не убей? И ответа адекватного нет. То есть именно с точки зрения того, как, то есть с точки зрения общества. Что это такое для общества, там, убийство человека? Нет адекватного ответа. Но я хотел бы еще интересный пример привести. Значит, есть, например, с абортами. Опять же, допустим, установят законодательный запрет. Это запрет на аборты, законодательный. Как вы думаете, абортов больше не будет? Ну, я, кстати, к своим собеседникам тоже обращаюсь. Просто интересно мнение узнать, будут ли аборты вообще? Да, конечно, будут. Да, и вот основной вопрос. Люди просто не понимают, то есть в том числе те, кто делает аборты, кому делают аборты, они просто не понимают причин и последствий. А причин и последствий очень серьезные. Необходимо знание о человеке, необходимо знание о том, что происходит с человеком, с его сущностью в этот момент, в этот момент и впоследствии. то есть каким причинам приводят вот эти аборты, каким последствиям приводят эти аборты. Это очень серьезные последствия, которые практически исправить сам человек не может. Ну, об этом говорилось, кстати, уже Ирислав там говорил, о отпечатках, то есть даже просто отпечаток, его исправлять нужно. То есть раньше жрецы его исправляли ценой трех лет своей жизни. Здесь еще очень хороший пример, который характеризует, насколько сильно было знание в древности об обществе. То есть насколько боги, как представители рода, поднявшиеся на уровни эволюционного развития, абсолютно правильно общество направляли. Вот, например, как отношение к женщине формировалось, описано в Бхавадгите. То есть отношение к женщине, ну, сами понимаете, то есть оно было разным, вот в разные времена, в средние века, там в разных этносах, в разных религиозных каких-то течениях. Так вот, в Бхавадгите заключалось в широком смысле глубокое познание жизни. И уже во многом, то есть это вот через собственные границы людей, то есть вот это вот все взаимосвязи происходило. И про женщин. Женщины в ведическом обществе находились не в положении рабынь, а в положении наиболее защищаемых и опекаемых членов социума наравне с детьми, и что подобное отношение к женщинам являлось залогом процветания общества. Подчеркивалось, ну, в различной литературе, там называется Ману Самхиты, важность оказания должного уважения и почтения женщинам ради благополучия общества. Женщинам должны оказывать почет и уважение их отцы, братья, мужья и братья мужа, если они желают себе блага. Боги довольны тем местом, где женщинам оказываются должные почести, но если им не оказывают почтение, религиозные церемонии остаются бесплодны. Семья, в которой женская половина живет в печали, скоро полностью погибает, но семья, где женщины не знают скорби, и вечно процветают. Дома, которые проклинают женщины рода, которым не оказывают должного уважения, полностью уничтожаются, как будто по заклятию. Поэтому мужчины, желающие себе добра, должны всегда оказывать женщинам подобающие почести, поднося им по праздникам, особенно событиям, дары в виде украшений, одежды из изысканных явств. И изысканных явств. Вот о чем говорит этот пример. О том, что древние мыслители и предписания вот эти объясняют моральный упадок современного общества отклонением от этих правил, в частности, в отношении к женщине. Этот пример хорошо характеризует понимание того, какую роль несут женщины в обществе. Он даже дополнительно, скажем так, показывает, там есть определенное определение, что женщина – это цветок жизни, который приносит плоды. А этот пример дополнительно показывает, что само представление об обществе было правильным. То есть само понимание об этом элементе общества, не только о семье, а именно конкретно о женщине, было правильным для формирования рода. И эти знания, эти знания, их сейчас нет. Если вы… У меня здесь есть, конечно, цитаты, но я не буду сейчас их цитировать дословно как в существующих различных вероучительных текстах разных религий, о положении женщин говорится. Вы увидите, что это небо-земля, в общем-то. То есть как раз уровень знания об обществе и знания в существующих каких-то религиозных течениях, он совершенно разный. И здесь я хочу еще отметить, что характер текстов, древних текстов, он отличается именно знаниями. Не вероучениями, а знаниями. Об обществе, о человеке, о мироздании окружающем. Именно так нужно к изучению этих текстов подходить. И вот то, с чего я начал непосредственно, что никто не мешает вам использовать знания, которые сейчас существуют. В то же самое науку акмеологии. Там есть определенные характерные вещи, которые вы можете там уловить. О том, как о росте, о развитии человека. Ну, оно там до определенного уровня. Но вы это можете уловить. Но вот это общество, нам нужны представления и знания именно о высоком обществе и о высоком состоянии человека. Вот основные позиции, которые просто на текущий момент необходимы. И опять же, причиной для изучения, причиной для изучения, в том числе, для слонарийских вед наших древних текстов может являться желание изменить наше общество. Я думаю, будет являться желание изменить наше общество, потому что у многих это желание есть. Просто люди ищут, они не могут найти. Они хотят изменить. Они хотят, чтобы было высокое общество, высоконравственное общество. И нужно на их языке, не на языке, как бы исключительно древних текстов, на их языке показывать этот путь. Этот путь эволюционного развития. Хорошо. Сейчас многие, что начали искать и в частности, ищут какую-то нашу русскую идею национальную и пути выхода из ситуации сложившейся. На мой взгляд, вся эта ситуация уже давным-давно описана и как из нее выходить тоже описана. Да и сама русская так называемая идея в широком смысле этого слова тоже давным-давно описана. Можно, конечно, придумывать велосипед, а можно садиться на него, проверить шины, подкачать где-то что-то, руль проверить, седло, как они на месте, не на месте, твердо, не твердо. Садиться и ехать. А можно бесконечно что-то выдумывать, так и с места не сдвинуться ни на метр, ни на шаг. Так вот, сейчас пришло как раз время, когда мы должны достать из гардероба наше наследие, почистить, может быть, где-то от тех налетов, от той грязи, которую на нее набросали, встряхнуть, может быть, выгнать ту моль, которая на него присела, пропылесосить, в конце концов, и начать примерять перед зеркалом. Может быть, где-то как-то что-то подтянуть, может быть, где-то что-то добавить, но целая канва должна остаться. На этом мы прерываемся и после музыкальной паузы продолжим. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Второй день месяца белого сияния и покоя мира 7500 до 24 лет от сотворения мира в звездном храме Асмица по одному из старинных календарей, а по одному из современных 13 декабря 2015 года воскресенье. Вот так все просто в нашем понимании. Если вы чувствуете, что где-то в этих датах находитесь, то в этом случае вы можете войти на чат и задавать вопросы. Чтобы попасть в чат, необходимо просто-напросто войти на наше радио, Народное славянское радио, набрать в любом поисковике, и вы увидите перед собой список менюшек, где с правой стороны им надо найти слово «чат». Нажимаете на него и регистрируетесь один раз, придумывая себе латинскими буковками, логин и пароль. Главное, чтобы потом не забыть. И вы становитесь полноценным участником. Можете задавать вопросы нашим главным соведущим в эфир, можете переписываться со своими друзьями, можете читать то, что здесь пишется, потому что часто иллюстрируется и картинками, и какими-то ссылками слова наших участников. В общем, интересно использовать, главное, проводить время. А мы продолжаем говорить о достоверности славян и аристских вед. И это у нас уже третья часть, третий эфир, посвященный данной теме. Юрий еще раз начал, в очередной раз начал продолжать интересную тему развивать. И я с радостью передаю микрофон. Пожалуйста, Юрий. Ну, я еще немножко вашего внимания задержу. Дело в том, что вот я приводил примеры, которые говорят о том, что законы развития общества едины и человека, как сейчас, так и 40 тысяч лет назад. И это можно увидеть как раз в те моменты консолидации общества, например, то есть когда общество убирает все какие-то внутренние разногласия, это консолидированное общество. Но это вопрос в том, что очень во многих вопросах это позволяет обществу сразу перейти на более высокий уровень. Одного осознания, правильного осознания того, что происходит, тех процессов, которые происходят. И мы это видим в лесовой книге. То есть в моменты, когда угрожает опасность, все начинают понимать. Угрожает опасность. Почему на другие вопросы мирной жизни не перенести это понимание? То есть иметь правильное понимание и в других вопросах. Действительно, когда общество сконсолидировалось, это не только позволило выжить, а вернуть даже земли, захваченные разными способами, и сохранить, не просто вернуть, а сохранить, передать потомкам ту информацию, те знания, которые были накоплены. Вот даже в таком виде, как сейчас дошла Велесова книга до нас, это дошли знания. Не просто о событиях, а непосредственно о обычаях, как там написано. Мы имели другие обычаи. Вот. Эти обычаи описаны. И сейчас в нашем обществе, оно, конечно, сейчас разнородно. Но информация, опять же, следует не только искать исключительно в древних текстах, следует изучать все, что касается процессов, в том числе научных представлений текущих, находить именно те, которые соответствуют реальным процессам в мироздании. Это то, о чем говорил Николай Игоревич Левашов в своих трудах. Что происходит с конкретным человеком, то есть с его сущностью, с его разумом, что это такое. Что происходит непосредственно в мироздании, то есть непосредственно физические законы. Как происходит, вот, например, трансмутация элементов. Ведь она существует, существует. А что это такое? Что это за процесс такой? Оказывается, у нас эта трансмутация элементов, вернее, как их дезинкеграция в каждой клетке, в каждом организме. И в том числе клетки даже исчезают при делении с экранов микроскопа. То есть они просто теряют плотность, раз, потом опять появляются. То есть нужно то, что есть возможность законы мироздания изучать прямо сейчас. Не только через те тексты, которых остались представления, а нужно знать о природе. Знание о природе есть сейчас. А знание об обществе это еще одна как бы причина, не причина, а еще один способ увидеть эти изменения в обществе и, ну, можно сказать, помочь обществу измениться. Опять же, к тому вопросу о тонких каких-то материях и в том числе об энергетическом уровне, об этом тоже есть информация. Пожалуйста, вот недавно на достоянии планеты генерал Ратников рассказывал о там, законах революции, да, то есть как люди непосредственно их энергетические поля, они вовлекаются и происходит определенное такое влияние друг на друга в этих объединенных пси-полях. Это я просто хочу вам показать пример, что эта информация доступна. и эту информацию можно анализировать, это в принципе вся эта информация подтверждает славяно-арийские веды и другие источники древние. Просто нужно увидеть связь, ее нельзя терять связь с реальностью и с тем, что происходит вот прямо сейчас вокруг нас. Потому что самый большой секрет, который, ну, это, конечно, так преувеличенно сказано, но развивает человека действия, именно действия. Не какие-то там вещи медитативные, а действия человека, просто конкретные действия человека оказывают влияние на самого человека, на его структуру, и таким образом человек развивает. То есть можно сказать тем, кто, как бы, исключительно думает, как бы, что он получит как бы знания каким-то способом, вот, кроме как через действия он не сможет себя изменить. Поэтому изучайте, то есть, а что воздействует в ответ? В ответ на действия человека воздействует мироздание. Поэтому изучайте мироздание для того, чтобы понять, как вы изменяетесь, как вы развиваетесь. Ну, еще хочу заметить, что общество разнородно, и единого такого духа общественного нет, но все, что в том числе и в древних текстах, и все, что имеется, вся информация, которая в существующем обществе, просто необходимо знать эти законы для того, чтобы повлиять. чтобы общество выросло до такого уровня, когда внутри общества не смогло возникнуть никакого паразитического влияния и даже какого-то мало-амальского воздействия. Ведь написано в ведах, что первое, что людей поражает, желание чужого, а это и есть паразитизм. Вот у меня все сейчас. Вот так вот кратенько тему раскрыл. Ну что ж, хорошо. У нас до музыкальной паузы еще есть достаточно большое количество времени. Мы начнем уже о итоге сегодняшней нашей передачи подводить, но эти итоги, наверное, можно подводить не просто от себя что-то говорить, отвечая на вопросы наших радиослушателей. Поэтому давайте мы, наверное, и вопросы почитаем. Нет возражений? Нет. Можно я добавлю еще? Да, конечно, давай добавлю. Юрина докладу. К вопросу о действии Юра в конце говорил, и мне на ум пришел очень такой забавный анекдот. Хочу сейчас его рассказать, чтобы немножко разбавить, так сказать, тему. когда праведник один всю жизнь Богу молился, ну и в конце концов в нищете всю жизнь прожил, помер, и вот попадает он в рай и видит Бога и спрашивает ему, вот я всю жизнь тебе посвятил, всю жизнь, вот только я знал, что лоб расшибал, а ты меня вот так в нищете всю жизнь оставил, значит, и вот как так можешь объяснить, а Господь ему говорит, ты для начала хотя бы билет лотерейный купил бы, вот, это к вопросу о действии, надо действовать, и тогда будет результат. А, ну это к вопросу тому, что он просил, там немножко есть это, дополняю, что он просил, хотел бы выиграть в лотерею, просил Бога выиграть в лотерею, ну, стать богатым, да, чуть-чуть, да, стать, да, на что Бог ему сказал, ну, хотя бы билет купи, а если уж так развивать, там, разверзить небеса, ангелы плачут, Господь ты наш, то смотри, убивается человек, у него же шишка на лбу, что ж ты ему не поможешь, еще одно высшее небо раскрывается, Бог слезу стирает и говорит, да я бы рад вам помочь, пусть этот придурок хотя бы билет лотерейный купит. Так, ну, вот, к вопросу о действии, видите, сколько много вариантов, то есть действия должны быть правильными, лоб расшибать, это тоже действие, но это действие неверное, результатом. Хорошо, ну что ж, еще если есть дополнение, давайте выскажемся, если нет, тогда давайте вопросы уже будем зачитывать. У меня есть дополнение, если позволите, друзья. Конечно, позволю, давай. Касательно роли ведического наследия в возрождении, в эволюции нашего общества, мне остается только подписаться под каждым словом, которое здесь было сказано, и просто чуть дополнить, тот вывод, к которому я пришел, может быть, этот вывод покажется для кого-то, ну кто-то может взять его на вооружение себе, кто-то может с ним не согласиться, но я пришел к такому выводу, друзья, что для того, чтобы ведическое наследие эффективно способствовало изменению нашего общества, его нужно ступенчато раскрывать. То есть, вот у нас есть локализованная общность, славянский мир, как мы его называем, под таким термином оно сейчас, и обозначается круг людей, которые занимаются изучением ведического наследия и использованием его в своей жизни, то есть, внедрением образов ведического наследия в свою жизнь для того, чтобы получить какой-то результат. И ведическое наследие естественным образом расширяется, и все больше и больше людей к нему приобщаются. Но для того, чтобы оно сработало, нужно, чтобы как можно меньше было искажений такового. Именно поэтому, чем... Просто есть люди, которые искренне стремятся сразу привить ведическое наследие людям на очень низком уровне осознанности. И они в итоге создают, приобщаясь к ведическому наследию на низком уровне своего эволюционного развития, они превращают ведическое наследие в карикатуру и в пародию, что мы часто наблюдаем. И поэтому у меня есть искренняя такая просьба, не торопитесь ведическое наследие распространять среди всех и вся. Это я говорю не с уведущим, конечно, а слушателям. Потому что лучше пусть человек придет к ведическому наследию на свое время. Не своевременность породит фанатизм. Фанатизм породит искажения. А эти искажения потом, эти искажения не замедляют движение. Поэтому я сторонник того, чтобы немножечко сдержать увеличение в количестве и за счет этого выиграть в качестве. Когда это произойдет, то славянский мир будет находиться на качестве на более высоком уровне эволюционной осознанности, чем все общество. А это значит, что общество начнет тянуться к нам, если увидит достойный пример. И это называется в социологии социальным экспериментом. То есть, как бы парадоксально это не звучало, но если мы славянский мир переведем в режим социального эксперимента и сможем достичь привлекательного результата в локализованной своей группе в славянском мире, то в таком случае эти наработки очень быстро начнут распространяться в обществе уже с наличием достойных прецедентов качественного изменения жизни. Если же мы будем постоянно обновлять наше количество за счет расширения, то социальный эксперимент этот пробуксует. Кто-то подойдет к славянству с точки зрения религии, кто-то как к субкультуре отнесется к этому, кто-то впадет в фанатизм, начнет бороться с системой, а по факту со своими ветряными мельницами внутри себя. То есть, это все может породить серьезные искажения и славянское направление духовное может пробуксовать из-за этих искажений. Потому, мне кажется, что для того, чтобы ведическое наследие качественно изменило эволюционный уровень нашего общества, необходимо немножечко локализоваться нам, не торопиться с массовым расширением, чтобы славянство захватывало умы десятков миллионов человек. Оно и так распространено уже сильно, но чуть-чуть придержать количество и за счет этого выиграть в качестве. И потом, благодаря этому, будет и количество. Благодарю. Здесь можно, наверное, поступить довольно так посередочке, то, что называется. С одной стороны, не нажимать, не форсировать педальку под названием славяно-арийской веды или веды Руси или веды славян, а с другой стороны, вбрасывать какую-то информацию, которая просто бы человека заставляла думать о чем-то. Но информация не должна быть агрессивной, потому что многие начинают искать врагов, и, как ты правильно говоришь, на этих врагов сразу пальцем тычут, вот он враг, и начинается такая махаловка между своими, такие между сопчики. А на стороне вот тот, кто показывал, стоит, потирает руками, ну вот удалось в очередной раз славян друг с дружкой строить. Вот, поэтому необходимо, если вы хотите вбрасывать информацию и подготавливать человека, то в этом случае необходимо делать так, чтобы это было, первое, не агрессивно, второе, чтобы это не был пережег каналов, о которых говорил Андрей, то есть информация должна быть очень дозирована в малом количестве, и человек должен начать интересоваться сам, а не так, что вы его загрузили, и он потом, как уже полуумный, не понимая, что он делает, начинает творить сам не зная что. Вот, и когда это все дозировано, аккуратно, и он будет просыпаться на генном уровне, тогда оно постепенно будет входить в его сознание, и он будет себя ощущать естественно в этом мире. А если вы слишком сильно запалите хвостик, то, в общем-то, это может привести к тому, что он потопчет очень многое из того, что не надо топтать. С другой стороны, если вы агрессивно будете подавать, вы можете агрессию посеять. То есть, вот здесь необходимо включать ту самую ведическую мудрость, которая в каждом из нас на уровне ген есть, но наши иногда мозги мешают этому делу проявиться в правильном мире. И еще дополню, помимо агрессивного подхода, очень важно, чтобы не было позиции жертвы обстоятельств, что нас лишили календаря, нас лишили буквицу, нам изменили мировоззрение, нам вот они... И вот эта вот позиция жертвенности, она уменьшает дееспособность человека по жизни. Если человек хочет увеличить свою дееспособность, то есть результативность своего воздействия на жизнь, ему необходимо пожертвовать позиции жертвы, извините за тавтологию, и взять судьбу в свои руки, то есть сделать от своей жизни тот процесс, который отображен образом буквицы РИЦИ, то есть взять судьбу в свои руки и отказаться от позиции жертвы обстоятельств. И если позволишь, Алексей, то хотел бы еще дополнить момент касательно науки. Дело в том, что тут еще и в чате был комментарий, соответствующий, касательно того, что научные мужи не откажутся от своих регалий. Я просто хотел поделиться очень интересной информацией, мне кажется, она будет к месту. Вот мы знаем, что наука и богословие идут параллельными дорожками, они практически не пересекаются. Кто такие богословы с точки зрения науки, мы понимаем. А вот интересно, что же собой представляет наука с точки зрения богословия. Я обратил свой взор на это и очень интересно было узнать, что богословы, независимо от конфессии, относятся к науке как к религии, как к одной из религий. Причем к религии хаоса. И это ни в коем случае не выпад, не оценка, это просто я делюсь информацией, мне кажется, нашим слушателям полезно будет это знать. Дело в том, что научный подход зиждется на вере в отсутствие Бога. То есть, обратите внимание, в чем отличие науки от других религий. Религии зиждется на вере в наличие Бога, а наука зиждется на вере в отсутствие Бога. Но сам факт того, что эта вера и именно этот центральный догмат стоит во главу угла науки, стоит кроме экспериментальных направлений, типа торсионных полей или других, ветвей, он делает науку общим с религией. В богословии даже есть такая шутка-не шутка, смотрите сами, но она звучит забавно, что когда-нибудь взаимодействие между наукой и религией станет просто взаимодействием между религией и будет регламентироваться законом о свободе вероисповедания. Поэтому касательно науки, я немножко благодаря знакомству с этим взглядом на науку с точки зрения богословия немножко изменил свой взгляд на науку и пришел к выводу, что наука это догматическая религия, в основе которой лежит вера в отсутствие Бога, а значит и божественные задумки, а значит и смысла в существовании жизни вообще, где жизнь воспринимается как набор случайностей, а значит это и есть хаос с точки зрения богословия. Поэтому хотел поделиться информацией касательно научного подхода к славяно-арийским ведам. Деятели науки есть абсолютно разные чести и хвала всем, кто с наукой связан, но с точки зрения богословия знайте, что научные догмы это религия хаоса. Вот такой подход со стороны богословов. Благодарю. Когда с учеными начинаешь говорить по-научному, а веды это ведание, то есть знание, то в этом случае они понимают, что те представления о древности Руси, которые им до этого внушали, они абсолютно несостоятельны. И мало того, что они меняют свой взгляд на нашу древность, так они еще пользуясь ведическим мировосприятием начинают делать открытия, которые не разрушительны для этого мира, для человека, а созидательны. Вот это необходимо учитывать. Поэтому просто надо правильно говорить с учеными, в том числе и с теми, кто закостенелый ученый, и он ни в Бога, ни в черта не верит. Когда ты начинаешь с ним говорить его словами, приводя ведические знания, то в том случае у него глаза загораются по-новому, и он понимает, что в ведах очень много заложено, и это целое мировоззрение. Вот об этом необходимо говорить с учеными. У нас еще пять минут, давайте мы все-таки начнем отвечать на вопросы. Или кто-то что-то еще хочет сказать? Нет, я все. Если нет, то я начинаю зачитывать. Вопрос в эфир. Владимир, как правильно выполнять чтение славяно-арийских вед, как выбрать время утром, днем, вечером, какую пищу принимать, что делать перед чтением, это имеет значение? Вот давайте начнем с того, имеет ли это вообще значение, когда и как читать славяно-арийские веды, и вообще веды вообще, не только славяно-арийские веды. Давайте я попробую начать, а потом слово другим авторам. Я думаю, что принципиальные роли это не играет, вообще не играет. И могу сказать, что человеку желательно читать славяно-арийские веды просто тогда, когда у него есть на это время, независимо, утром, днем, вечером, и независимо от того, чем он потрапезничал. Есть возможность? Читайте. Нет возможности? Ну, почитайте, когда возможность придет. Дело в том, что когда человек начинает смотреть или Асгарское училище, или соприкасаться с ведическим знанием, с наследием предков, жизнь начинает сама подводить его к тому, как именно наиболее эффективно заниматься познанием. Я, если позволите, приведу свой собственный пример из жизни, он немножко личный, но у меня получалось смотреть материалы Асгарского училища по ночам, и только по ночам. И потом я понял, что для меня это наиболее эффективная была форма. То есть, меня жизненные обстоятельства так складывалось, что иначе, как вот поздним вечером и ночью, у меня не было иначе возможности осваивать. То есть, жизнь подвела, жизнь регулирует самостоятельно. Я советую просто отдаться жизненному потоку и посмотреть, как он сам выведет человека на то время, которое наиболее оптимально для чтения славяно-арийских лет. Что же касается еды, то я думаю, что вопрос не принципиальный. Кто-то еще хочет что-то добавить? Вопрос изначально стоит, что, если вы хотите ознакомиться с материалом, как бы еще имеет роль настрой. То есть, вот эти все факторы, которые были перечислены, роль не играет практически. И играет роль в общем-то настрой. Готовность к восприятию. Готовность к восприятию материала. Причем очень важно именно правильно выработать себе подход к восприятию. Подход к восприятию. Я просто знаю, что когда читают Библию, что с людьми происходит, их трясет и так далее, священная книга и так далее. Так вот, нужно относиться как сказать к знанию. Вы читаете скажем так какую-то литературу, в том числе учебник по физике. Но здесь еще играет фактор именно кроме прислания на рейских ведах. То есть, вы изучаете это непосредственно, это знание, там передается знание. Но еще стоит вопрос морально-этический. Поэтому в принципе каждый элемент, который описан, необходимо видеть вот это вот именно моральное, ну скажем так, ценностные качества, что это такое для общества. То, что там написано в славянерийских ведах. То есть, что это означает. То есть, иметь к этому определенное отношение. Правильно. Ну, это дополнение такое краткое. В общем, все сводится к тому, что если ты хочешь что-то читать, первое, у тебя должно быть желание, а если ты берешь читать, то уже есть. Дальше возможность прочесть, то есть, чтобы тебя не дергали, не отвлекали каким-то мелочам. И, естественно, должен быть здравый рассудок, то есть, не под действием какого-либо наркотика. Это очень важно. Иногда бывает так, что человек что-либо на грудь принял, а потом пытается что-либо там где-то прочитать. Я бы еще хотел бы добавить, что необходимо не читать, а именно изучать, то есть, не выполнять чтение, а именно изучение, направляя в эту книгу именно вот с самого себя, то есть, чтобы не было посторонних мыслей, а сварил ли я сегодня кашу или не сварил, а поругает ли меня завтра начальство, ну, вы понимаете, то есть, нужно именно отдаться этому процессу, то есть, где сознание, туда в данный момент и энергия течет, и там наиболее лучше формироваться будут структуры. Это к вопросу о том, что Андрей сказал в самом начале, об энергетическом посыле, ну, ветвь в том числе, да, так вот, чтобы это получилось, то необходимо как бы направлять все свое внимание, всю свою энергию именно вот в этот процесс, так сказать, в увлекаться, без всяких посторонних мыслей, ну, и так далее. А когда, ну, это значение не имеет, я считаю. Хорошо, то есть, получается, что помимо всего есть еще, на мой взгляд, как получается, что помимо всего есть еще несколько вариантов прочтения и изучения. Первый вариант, как некоторые люди начинают использовать, это взял в руки книжку и начинает читать, а вдруг это интересно, и читает как занимательное чтиво. самый простой вариант, ну, который довольно-таки поверхностный. Но ведь никто не исключает того, что через какое-то время у человека вдруг что-то там проясняется, он говорит, где-то это уже слышал, дай-ка еще раз прочитаю, дай-ка еще раз сравню, и уже происходит следующий заход на изучение. А потом уже, когда проходит какое-то время, вроде бы он уже изучил, там происходит вариант осмысления, осмысления и применения в жизни. Причем мы сейчас говорим о славяно-арийских ведах, но это точно так же действует и на всех лидических писаниях, при чтении всех лидических писаний. Поэтому, если вдруг кто-то из ваших друзей сказал, что я вот читаю просто, не изучаю, это еще не говорит о том, что он плохой, и не надо ему ничего доказывать. Просто, ну, такой у него этап развития и этап познания этого мира. Ему для начала просто нужно ознакомиться с чем-то, ну, как создать какой-то образ, с чем-то занять время. Ну, и то хорошо, ведь он же не смотрит порнуху какую-то, он же не смотрит какие-то там боевики, где голову друг другу отрезают. Он читает более-менее подходящий текст. А вот дальше посмотрим, что будет. Но, в любом случае, согласен, что если вы хотите что-либо познать, то поверхностно относиться к этому не надо. Итак, мы еще на одну музыкальную паузу прерываемся, дальше будем продолжать изучать В эфире Народная Славянская Радио Ответы на вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Второй день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета От сотворения мира в Звездном Храме Осемница По одному из древних календарей А по одному из современных 13 декабря 2015 года Воскресенье От остоверности славяно-арейских вет мы говорим и это уже третий эфир то есть это третья часть Главный соведущий у нас Андрей Ивашко, Юрий Тяжелов, Константин Дарманчук Мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей которые получили в чате Народного Славянского Радио Если вы еще не в чате то я могу вам только сочувствовать потому что вы не видите ту активную переписку которая ведется между участниками чата и много интересной информации я отсюда подчерпываю и в общем-то вы даже можете влиять на ход эфира задавая свои вопросы в эфир а также запуская реплики по ходу эфира реагируя на слова наших главных соведущих Итак первый вопрос мы прочитали переходим ко второму вопросу Всем здравия у меня вопрос к Андрею Ивашко складывающиеся ситуации происходящие со славяно-арийскими ведами и теми кто их проводит в народ стоит ли ждать продолжения серии славяно-арийских вед если да то в каком виде Благодарю за вопрос сразу хочу отметить у меня нету никаких связей с теми кто принимает решение о выдаче продолжения славяно-арийских вед и поэтому я могу лишь сказать свое собственное видение мне кажется что в ближайшее время выхода новых знаний по ведам именно продолжение цикла серии книг или в каком-то другом виде мне кажется что пока что этого не будет почему идет активный процесс усвоения тех знаний той мудрости которая уже была выдана и могу сказать по итогам своих личных изысканий и опыта наблюдения общения с людьми в разных городах что пока что этот процесс далек до своего завершения мне кажется что выдай сейчас новую порцию знаний это будет ошибка это будет классическая ошибка то есть ускорение чрезмерное ускорение процесса потому что я говорил уже в предыдущих частях нашего эфира что искажений пока довольно много и это естественно каждый понимает на том уровне осознанности на котором находится но если не упразднить эти искажения и выдать новые знания то в таком случае эти искажения могут тиражироваться и множиться что мы наблюдаем например с той же самой коруной которая выплеснулась в исковерканном своем таком в кривом виде в свободный доступ и сейчас множатся и множатся многочисленные ошибки которые могут сбить людей с толку и в итоге лучше чуть-чуть придержать мне кажется что во всяком случае на месте тех людей кто принимает решения я бы пока не выдавал и запустил бы процесс коррекции вот какого-то регулирования тех процессов именно изучения освоения и применения знаний в жизни консерватор то у нас такой с небольшой долей коррекции хороший подход а вообще много раз говорилось о том что первое славяно-арийские веды в том виде как они были изданы это всего лишь малая мизерная часть того наследия которое относится к славянам это первое второе даже в этой части в первом в первом томе очень много того что скрыто за многоточием и третье а многоточие это то что пока рано еще давать и люди в меру своего менталитета многие не способны правильно принять то что там под этими точечками скрывается и третье тоже говорилось что как только будет построено капище Перуна в городе Омске вот тогда и ждите продолжение второй круг вот это дополнение поэтому вот эти когда вы три фактора вместе складываете то здесь с Андреем я согласен и тоже наблюдение показывает о том что не то чтобы дальше продолжать сейчас выпускать необходимо даже в этой малости навести провести коррекционную работу кое-что разъяснить потому что люди некоторые начинают ну такие перлы выдавать что иногда я удивляюсь а где вы это прочитали мне хочется спросить если кто-то что-то хочет добавить то добавляйте если нет то пойдем дальше идем дальше ну информация нет я просто могу сказать что информации нет об этом поэтому трудно прокомментировать ну я передал ту информацию которую слышал непосредственно от тех людей которые так или иначе связаны с издательством так что вот передал как мог более корректно Русич задает вопрос здравия соведущим вопрос Андрей Ивашко почему хотят запретить славяно-риские веды а власть понимает опасность для себя если веды будут свободно распространяться или дальше многоточие то есть пример из-за славяно-риских вед многоточие или ответ или и многоточие это шутка конечно хотелось бы отметить дело в том друзья то что я сейчас скажу поймите правильно славяно-риские веды дороги людям которые в славянском мире это понятно и честь и хвала всем тем кто их издавал читал прорабатывал но сам факт признания данных данных вед экстремистской литературой вовсе не влечет за собой в принципе никаких серьезных ударов по этой литературе то есть если бы власть ощущала какую-то серьезную или опасность или захотела бы как-то эти славяно-риские веды придержать или свести на нет их информационный и энергетический посыл алгоритм действий был бы совсем другой и те кто хоть чуть-чуть изучали теорию управления тоже например достаточно общую теорию управления доту или там по концепции общественной безопасности или другие системы управления информационного управления если бы была задача конкретно заглушить славяно-риские веды их бы начали просто доводить до полного абсурда и вот как раз таки такой процесс ранее мы наблюдали то что их признали экстремистскими это это информационный посыл который вновь возвращает внимание людей к ведам не исключено друзья что там идет какая-то интересная работа наверху интересный какой-то процесс каждый там на своем уровне осознанности что-то понимает но с более высоких позиций если мы посмотрим то это наоборот определенный такой импульс который усилит влияние веды и на славянский мир и на наше общество в целом через славянский мир это первый момент и второй момент который как мне это видится с более высоких позиций если мы посмотрим то что вот какие следствия признания вед экстремистской литературой тем что они исчезнут из виду из виду но они не уйдут по факту ну мы это понимаем прекрасно с вами друзья то есть их информационный посыл останется в голове и в сердце то есть люди и те кто запрещают славяно-арийские веды они тоже прекрасно понимают люди для которых это дорого они не будут они не перестанут изучать славяно-арийские веды это элементарно даже любой психолог это подтвердит и религиовед тем более это элементарная человеческая психология но они перестанут этот момент афишировать и выпячивать а вот момент афиширования и выпячивания он наблюдался и теперь его он уже не будет таким ярко выраженным на самом деле друзья это здорово потому что благодаря этому славяно-арийские веды перейдут в режим сокровенного сокрытого потаенного таинственного того что дорого людям но то что не афишируется и не выносится на показ и сам факт изучения их не будет афишироваться а значит он переведет людей в режим более сокровенного познания этого информационного посыла а значит и более такого глубокого усвоения и энергетического посыла мне сложно расписаться за мотивы тех людей конкретных людей которые внедряют определенные или принимают какие-то решения касательно славяно-арийских вед но хочу вам сказать друзья что все не так страшно как кажется и мне хотелось бы предостеречь наших слушателей от дуального мышления о том что если признают экстремистским значит хотят заглушить это ложный след друзья если хотят заглушить они будут доводить до полного абсурда проект если помните раньше еще несколько лет назад был озвучен не буду говорить кем но одним из деятелей славянского мира был озвучен посыл что в рамках славянства запустился проект демон славянства задача которого довести славянство до полного абсурда для того чтобы люди от него отшарахнулись и как раз перестали заниматься изучением наследия предков для этого начался процесс активного тиражирования многочисленных искажений и доведения до абсурда и некоторые из нас я уверен сталкивались с этими проявлениями ничего страшного в этом нет идет естественный процесс но то что их чуть придерживают обращая на них внимание это либо их недоработка сверху потому что такое может быть что просто по бездарности они блокируют славяно-арийские веды на юридическом уровне тем самым привлекая к ним внимание не понимая что они делают либо это сознательный посыл сделать так чтобы пусть да люди будут возмущаться но тем не менее они еще раз вновь перечитают веды и некоторых уже не читали много там месяцев а некоторые и лет а тут веды запрещают естественно они сразу их начали как-то и приобретать и перечитывать в конце концов на новом уровне осознанности то есть с точки зрения более более высоких позиций если мы посмотрим не рамка бодания из позиции жертвы обстоятельств что вот они нам запрещают там что-то они нас глушат и так далее нет не с этих а с духовных позиций если мы посмотрим то сам запрет славяно-арийских вед лишь усиливает их посыл и их влияние особенно на энергетическом уровне когда я слушал первую часть когда ты говорил мне так стало не по себе думаю вот зачем Андрей палит тему раскрывает карты зачем он это делает там сверху так старается чтобы это все выглядело естественно там а ты берешь всем рассказываешь что это не просто так все делается эх ты а дальше в общем хочу что добавить еще славянин и ведущий человек всегда отличался тем что он никогда не плакал над происходящей ситуацией никогда не переживал а он просто применял сложившиеся обстоятельства в пользу себе в пользу своим родам и если мы умеем это делать мы тогда становимся теми ведущими людьми про которых все время пытаемся говорить в наших передачах если же вы все время плачете и на кого-то пальцем показываете вытирая сопли это говорит о том что вы еще не доросли до того уровня миропонимания который был у наших пращуров никогда мы не плакали о том что нам создавали какие-то уроки какие-то условия мы всегда просто включались в жизнь и в эти условия так чтобы из этого получалась польза для нашего рода для всей нашей земли ведь ничего просто так в этом мире не происходит если вы еще это не осознали ну еще значит не пришло время если осознали давайте действовать я хотел бы еще добавить Алексей если можно буквально такой момент проброс с шахматами в шахматах есть такое понятие цунцванг это такой термин который обозначает проигрышную ситуацию когда каждый последующий ход который предпринимает игрок только усугубляет ситуацию то есть он не может не походить но как бы он не походил станет только хуже вот это такой термин в шахматах вот то же самое мы наблюдаем сейчас касательно ну то есть мы представим процесс эволюции через игру где есть условно белые и условно черные то те кто играют черными против белых они как раз сейчас находятся в позиции цунцванг как раз они не могут не сделать ход но какой бы ход они не делали для них ситуация только ухудшается а для нас только улучшается вот касательно того касательно твоей реплики почему я это сказал потому что Алексей это я тебе не скажу зачем я это сказал то есть одну тему ты спалил а зачем ты спалил ты теперь не будешь спалить ну ладно хорошо хорошо но в общем в любом случае те кто затеяли это дело по знанию или по неведанию они делают так что только пропагандируют интерес растет это заметно интерес во много раз вырос и даже у тех кто раньше относился довольно таки прохладно они как-то стали смотреть а может быть на самом деле там запрещают видимо значит что-то там такое интересное есть и многие говорят слушайте да как-то вот я раньше не замечал слушал какие-то досужие разлагольств о том что это вброс откуда-то со стороны от наших врагов а теперь думаю а если это запрещается то видимо это не просто так и раз и стали интересоваться но все-таки давайте поблагодарим тех кто пытаются сжать на славяно-арийские веды независимо от их внутреннего наполнения внутреннего посыла да так что спасибо им огромное именно спасибо так дальше вопрос Юрия Тяжелову от Владимира к законы мироздания конечно отражены в славяно-арийских ведах но вот скептиков это вряд ли чем-то убедит поскольку они далеки от понимания не только законов мироздания но и многих других поскольку в их знании нет таких технологий или таких категорий может надо найти способ донести эти знания не до скептиков а до молодежи как например сделал Хиневич своей новой книге напомню что новая книга Александра Юрьевича Джаре фантастический рассказ фантастический можно сказать так роман и первый первый том уже вышел и вот с прошлой недели продается его можно приобрести а можно почитать черновики которые выкладываются в свободном доступе в интернете и так Юрий Алексеевич что скажешь я так думаю я так думаю что скептиков убедит только мироздание вот оно их успокоит вот потому что против законов как бы нельзя невозможно действовать вот и есть законы просто которые всякое действие остается на человеке то есть вот воздействовал человек вот так у него все отпечатки накладываются на нем собираются на тонких планах ну потом проявляются на физическом вот как ни крути но невозможно переплюнуть это дело это насчет скептиков во вторых мы никого как бы это мы можем рассказать да а заставлять чего-то там кого-то это вот как бы не наш путь с точки зрения фантастических фантастических рассказов но пока есть возможность рассказывать не фантастически а реально вот надо именно этим пользоваться моментом вот а на самом деле доказательств вот этого высокого эволюционного пути его просто кроме слайнариских вет просто тоже достаточно много этих доказательств чтобы люди осознали этот путь чтобы они могли понять как как то что их развивают действия то что законы мироздания именно такие я думаю что вот как раз может быть ближайшее время вот и благодаря тому что технологии некоторые появятся люди начнут меняться потому что поймут что мир совсем не так устроен как они думали хорошо вопрос в эфир вот Виладин так он написался подписался здравия всем существуют ли книги или электронные литературные сочинения в которых идет детальный разбор славянно-арийских вет в частности описание и разбор исторической информации представленной в ведах в эфире упоминалось что древность славянно-арийских вет не так важна главное это какой отклик находит текст в душе человека что если на основе вет написать современный аналог данного произведения с обширными выдержками из оригинала и проявления пояснения к оригинальному тексту которому социальные паразиты опирающиеся на современную законодательную базу не смогут придираться тем более запретить или от автора требуется нечто большее чем глубокое понимание текста в вед и мастерское владение пером нечто забытое в наше время вот кто попробует Владиму ответить давайте я тогда а давай начну наверное с последнего или от автора требуется нечто большее чем глубокое понимание текста в вед и мастерское владение пером да потребуется еще один элемент то что было сказано вот эти два элемента они обязательны но должно быть третье умение работать в потоковом состоянии что такое умение работать в потоковом состоянии это уже проговаривалось много раз это поток по-другому еще называют определенным ритмом в котором приходит озарение за озарением как раз человек когда мыслит методом озарения он входит в это состояние и удерживает определенную волну и благодаря этому у него есть возможность улавливать вот когда он находится на в этом ритме в этой волне то в таком случае он сможет передать образ без искажений и без сворачивания в какую-то боковую тропу которая может сбить его а значит и сбить читателей потому это можно соединить с глубоким пониманием вед а можно выделить в отдельную третью такую категорию что касается того существуют ли книги или электронное литературное сочинение в которых детально разбираются славяно-арийские веды то таковые есть но они не безупречны они неоднозначны потому информацию взять оттуда можно но не не все не стопроцентно то есть лучше сопоставить посмотреть на эти взгляды разных авторов деятелей в том числе тех которые создавали свои общественно-политические движения но лучше все-таки их учитывать но не не перенимать один в один это твой ответ да? Юрий если есть возможность и желание ответить пожалуйста Константин тоже может отвечать на вопрос я думаю что в этом вопросе необходимо прежде всего добиться того веды в том числе не экстремистским материалом и от нас вот и переписывать смысла нет конечно это вообще ничего не получится а нужно бороться и в итоге тогда веды так будут доступны людям хорошо Юрий есть что-то добавить добавляй я тоже прокомментирую этот вопрос пока есть возможность нужно продолжать действовать мне кажется здесь надо отнестись к этому вопросу следующим образом здесь указывается на то что а хорошо бы вот получить детальный разбор а ведь мы как раз сейчас поднимаем вопрос о том не провести ли нам друзья экспертизу которая была проведена с Вельсовой книгой ведь ученые недолго думая взяли собрались вместе под руководством замечательного нашего знакомого Клесова Анатолия Алексеевича и провели эту экспертизу и стало всем понятно что к чему куда откуда сколько раз и во сколько так кто нам мешает собрать коллектив ученых лингвистов историков и прочее 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 те же самые генетиков провести подобную экспертизу давайте в конце концов если деньги нужны давайте скинемся посчитаем сколько необходимо на проведенные экспертизы всем миром заплатим чтобы ученые могли спокойно сесть и в течение полугода или года сколько это необходимо провести такую экспертизу и вот будет как раз полноценный труд сколько там из одного из двух из трех из десяти томов где будет четко указываться что вот в этом куске говорится об этом подтверждение там вот в этом кусочке говорится об этом подтверждение здесь вот вам цитата отсюда вот вам фраза отсюда вот подтверждение вот это вот подтверждение вот это и все и будете читать и наслаждаться и будете говорить ну вот видите а мы-то раньше и не знали какая-то в рекламе а мужики-то и не знают вот будут знать все в наших руках но для начала надо просто элементарно понять а сколько людей которые считают Что славяно-арийские Это не просто так Кто-то перышком повозил по бумажке И попачкал бумагу Это все-таки что-то там есть интересное Полезное для нашего всего славянского мира И это не должно исходить С точки зрения кастовости Вот это В смысле кастовое я имею ввиду наше древнее понятие Что вот это я там грубо говоря Родновера, а это староверческая Я это не буду поддерживать Или я к себе к неоязычеству отношу А это там не пойми что Я не буду это поддерживать Нет, надо понимать что сегодня вот это закрыли Завтра вот это закроют А потом к тебе придут И что ты будешь говорить Когда уже будет прецедент юридический К тебе придут и скажут А вот на таком-то основании Сейчас судья возьмет Просто-напросто подпись свою здесь поставят И все чем ты занимаешься тоже закроют Вот идет о чем разговор Пришло время соединяться Пришло время объединенными усилиями Этот вопрос решать Изучать, понимать, осознавать, разбираться Где там правда Где может быть что-то добавлено Где очень древняя правда Которую сейчас надо подтверждать Какими-то древними документами Артефактами и так далее И тому подобное Все в наших руках Поэтому давайте Как-то вот к этому приходить В понимание И уже что-то начинать делать Дальше Следующий вопрос Владимир К Современный ученый Не собирает изучать веда Это мы уже говорили Что если правильно говорить Современным ученым Он будет с радостью Не только изучать веда Еще и будет делать Очень современные открытия По древней технологии Сергей Моисеев Вопрос к Андрею Ивашко Растолкуй слово развитие С точки зрения буквицы Хотя ты говорил много раз Что пытаешься уходить Таких вопросов Где конкретно просят Тебя что-то растолковать Но вот сейчас Такая возможность Тебе заново ответить На этот вопрос предоставляется Да, благодарю Алексею И благодарю Сергей Хочется отметить Что преподаватели по буквице Обычно поначалу С энтузиазмом отвечают На вопросы подобного рода Потому что хочется Помочь человеку Разобраться в каком-то понятии А потом, когда видишь Что на один ответ Приходят два новых вопроса Растолкуй еще вот это А вот это слово еще А еще и вот это То естественно Что у людей возникает Большой соблазн Использовать Преподавателей Ну как в шутку говорим В режиме гугла Поэтому стараемся Действительно От таких вопросов уходить Но здесь уместно Будет разобрать слово Развитие Развитие это русское слово Которое Аналогом которого Является слово анализ Дело в том Что анализ это выделение То есть выделение частностей Из общего Получается как Что-то раскладывается По полочкам На составные части Например Нам нужно понять Выделить какое-то понятие Осознать Глубинно проработать его Мы посмотрим Из чего оно состоит И как эти элементы Взаимосвязаны Взаимодействуют между собой Это и есть анализ Теперь если мы смотрим По-русски Развитие Вот есть глагол Вить-виться Он восходит к понятию Руны вита Жизнь Как раз Определенная динамика Определенное движение Вита Витие Жизнь Можно что-то свить А можно развить Вот свить Это Существить процесс Синтеза Где мы взяли Несколько элементов И соединили вместе А можно развить Это мы взяли Единое И разложили На составные части С целью познания этого Поэтому развитие Это как раз Русский аналог Слово анализ Тем более Слово анализ Учитывая современные Образы Которые закладываются В русский язык Оно имеет Немножко неоднозначную Такую оценку Исходя из Ассоциативного ряда Некоторых людей У которых Слово анализ Ассоциируется С другим местом А вот Русское слово развитие В данном случае Оно очень точно Отображает смысл Смысл этого процесса Познания Когда мы раскладываем Что-то на составные части И здесь конечно Хочется отметить Друзья Что про развитие Говорят много И все что говорится Говорится верно Но для того Чтобы этот цикл Был полным Нужно не забывать Про духовное светие О нем часто забывают Потому что Про духовное развитие Говорят Человек углубляется И понимает Допустим Свои субличности Из каких субличностей Он состоит Он оттачивает Эти субличности Это процесс Духовного развития Но дальше Нужно очень важно Чтобы эти субличности Не вступили В конфликтные взаимоотношения Между собой Их нужно свить Чтобы сохранить Их цельность Поэтому развитие И свитие Как анализ И синтез Они являются Действительно Неотъемлемой частью Общего цикла И в данном случае Про развитие Говорится много Про свитие Почти не говорится Я слышал Интересное мнение Такое Что есть слово Развитие А есть слово Развитие Когда уже включается Божественная первичная Мудрость Сияющая И она Свивается вместе То есть это уже Следующий этап Сначала мы развиваем А потом развиваем Такой интересный подход А про слово Анализ Одно из Таких Интересных Поворотов Интересных Это когда Доктор В древности При помощи Своих Рецепторов На языке Пытается Определить Болезнь человека Через Полизывание Определенного места Того человека Анализ Так Хорошо Давайте идем дальше Вопрос в эфир Святозар Какие действия Слушатели По вашему мнению Могут совершить Чтобы помочь Распространению Правильных знаний Способствовать Формированию Правильного понимания Среди других людей Распространить Среди людей Новое открытие Каким образом Это можно сделать Кто ответит Можно я Ну давай Это я потом Юрий еще Посмотрите Пожалуйста Так Это мне Да Это тебе Ты руку поднял Ты отвечай Давай Хорошо Хорошо Благодарю Первое Что бы мне Хотелось Сказать Что Не нужно Стремиться Распространять Знания Среди людей Потому что Здесь Великое Искушение Приступить Черту Разумного Ограничения И Запустить Процесс Манипуляции Я вам хочу Сказать Друзья Что Для людей Которые умеют Работать с информацией Совершенно Не сложно Привить интерес Вообще Не сложно Для человека Любой категории Любого Темперамента С любым Мировоззрением Его Заинтересовать Не сложно Это делается Элементарно Но Дело в том Что здесь Нарушается Закон Свободы Выбора И запускается Процесс Активной Манипуляции Сознанием Да Конечно Во имя Светлых Посылов Но Использовать Манипуляцию Сознанием Для чего-то Доброго И хорошего Здесь Можно Переступить Черту И накормовать Поэтому Я бы Искренне Не советовал Обращать Свой взор На других людей Лучше поступить Иначе Путь Знаете Нам приходится Выбирать Человеку Который идет По духовному пути Вам приходится Выбирать Между тем Что правильно И тем Что легко В то время Как люди Преимущественно Идут по пути Наименьшего сопротивления Они в основном Выбирают стезю Которая наиболее легкая А не ту Которая наиболее Правильная Но при этом Более тяжелая И вот как раз таки Более правильным Будет Сделать так Чтобы одним Счастливым Достойным Светлым Человеком В этом мире Стало больше Для этого Нужно себя Превратить В такового А это Куда сложнее Чем сманипулировать Сознанием И привить Людям Интерес К чему-либо Если привить Интерес Преждевременно То в таком случае Может Просто каждый В своем ритме Живет В своем темпе И каждый Просыпается В свое время В духовном отношении Тоже И если здесь Сработает эффект Фальшстарта Если что-то Будет преждевременно То мы помним За фальшстартом Следует дисквалификация То есть человек Может Наоборот Если его раньше Времени разбудить То это Оттянет процесс Когда он бы Естественным образом Пробудился сам Потому я советую Делать ставку На тех Кто уже В теме На тех Кто уже Интересуется И использовать Давно проверенный Метод Которым люди И шли Изначально Вот уже Звучала фигура Александра Юрьевича Хиневича Они Такие люди Как он Не прививали Никому интерес Они всего лишь Отвечали на вопросы Тех Кто интересовался А люди Тянутся к носителям Знания Потому что Знание Дает преимущество Главным преимуществом Знание является Конечно же Счастье И люди В своем стремлении К счастью Увидят Носителя знания Который счастлив Подойдут И спросят Сами Не подойдут Лучше Сильно Не пытаться Людей Заинтересовать Пожалуйста Можно я У меня другое мнение По этому вопросу Дело Дело в том Что Если мы Мы же знаем Как общество Сейчас Как оно существует Правильно Мы знаем Как люди воспринимают Люди заблокированы На текущий момент Люди заблокированы И порог их Даже восприятия Он существенно Ну скажем так Выше То есть даже Просто Чтобы человек Прислушался Какой-то информации Необходима Определенная Скажем так Плотность Этой информации Даже Поэтому он прислушается Когда эта плотность Будет преодолена Действия По информированию Людей Это благородные Действия То есть Да Можно заниматься И личным Развитием Можно там Стремиться То есть Как бы И к счастью И так далее Но это действия Очень серьезные И они необходимы Потому что В принципе В противном случае Общество ждет гибель Это Действительно Возможно То есть Это Как бы И тот человек Который понимает Ситуацию Он может Обратить внимание На европейское Общество Какое там Возможно Ну не духовное А как бы Какое там развитие Возможно Когда там Обществу навязываются Ценности Которые просто Убивают само общество А вслед за убийством Общества Происходит процесс Убийства Непосредственное развитие В том числе Тут человек Оттуда Только уехать Может Все Он там Не сможет Не развиваться Не находиться Потому что Все вокруг Там подчинено Другому Вот Поэтому В этом плане Как вот Как в вопросе Какие действия Правильные Естественно Есть определенный Момент Между собственным Развитием И Информированием Людей В том числе На разных этапах Это разное Может быть Информирование На первом этапе Просто информация Опять же Никто никому Ничего не навязывает Вот Человек Хочет брать информацию Или не хочет Брать эту информацию Но эта информация Должна быть Если Эту информацию Не распространять Если она не перейдет Определенный порог То Общество Останется прежним Поэтому В общем-то Надо понимать Как происходят Процессы В обществе И Вырабатывать Свои действия Относительно Того Реальности Не только Думать О собственном Развитии Потому что Уровень развития Может не позволить Впоследствии Выживания В том обществе Которое Не изменится Вот До какой степени Может То есть Нужно в комплексе Опять же Не с точки зрения Двоичной логики Нужно в комплексе Оценивать Эту ситуацию Поэтому Я считаю Что Информирование Просто необходимо С точки зрения Кармических частей А вот Надо Взвесить Вопросы Кармических Мало кто Может взвесить Я хочу сказать Но Оценку Этому Можно дать Именно с точки зрения Реальных Процессов То есть К чему Это все Может привести Благодарю Константин Хочешь Что-то высказать По этому вопросу Меня слышно Да Тебя слышно Ну вот Есть такая Пословица Дело рук Спаси Не утопающих Дело рук Самих Утопающих Так вот Я считаю Это в корне В принципе Навязано Такая Паразитическая Пословица И Если Ты Идешь И человек В беде Утрирован То Необходимо Просто спасать Этого человека Ну Мое мнение Такое Что Коставительного Вопроса Вот То Если Думать Не то что Думать о карме А карме Надо Не думать А знать И понимать Процессы Которые Происходят При этом Но Информировать Население Как сказал Юрий Я считаю Как бы Это Рано Это Не рано Это Судить Как бы Не надо Нам Тем самым Потворствуя И паразитам В том числе Поэтому Я думаю Что Информировать Надо А уже Степень Восприятия Людей Какая Будет Такая Будет А В этом Плохо Тебя Слышно Было Я еще Хочу Добавить Что Николай Левашов Он Неоднократно Говорил Что Возможно Когда-то Было Время Конечно Что Лечить На кого-то Корабли Необходимо А сейчас Нужно Спасать Корабль То есть Разная Бывает Ситуация И Действительно В общем-то Надо Именно С правильной Позиции Понимать Относительно Того Что происходит Какие Процессы Происходят Сейчас Не только С тобой А в Окружающем Мире То есть В окружающем Вокруг тебя Непосредственно И Там Где Ты Живешь Потому Что Если Ты Думаешь Что Ты Живешь Государство Это Тебя Не Затрагивает На самом Деле Очень Сильно Затрагивает То Что Происходит Поэтому В соответствии С твоим Уровнем Сознания Ты Выбираешь Свои Действия И Вот Этот Уровень Действий Он Говорит О том Я Абсолютно Серьезно Говорю Об Уровне Развития Человека То Это Уже Является Уровнем Развития Человека Высокий Уровень Сознания Того Процесса Который Происходит Я думаю Что Здесь Можно Об этом Спорить Бесконечно Какой Путь Правильный Потому Что Есть Пути Различные Есть Путь Индивидуального Духовного Совершенствования Есть Путь Жизни Под тем Правилам Которые Избраны А Есть Миссионерский Путь Когда Человек Что-то Понял И Изучил Тему И идет В народ И тот И другой Путь В определенных Условиях Необходим Но Опять же Здесь Печевое Слово Определенные Условия В определенное Время Если Мы Будем Не по Назначению Применять Какой-то Из этих Путей То В этом Случае Или мы Не донесем Что-либо Нужное Людям Или Наоборот Дадим Ту информацию Которую Пока Еще Рано Этим Людям Воспринимать И поэтому И то И другое Третье Что мы Сейчас Говорили И о чем Мы сейчас Общаемся На какую Тему Они Эти все Варианты Нужны И важны Но только Надо все Это применять По месту Это инструментарий Который Просто так Не дается Человеку Если он есть Его надо Применять Применять Опять же В свое Время Свое место Как говорится Дорога Ложка К обеду На мой Взгляд Первое Что необходимо Сделать Любому Здравомыслящему Человеку Это не просто Когда ты Для себя Через форточку Открыл Америку Бежать Во все Дома И кричать Я Америку Открыл И давайте Вместе со мной Тоже открывать Это Тупиковый Путь развития Потому что Во первых Можно Себе Много Врагов Нажить Второе Нажить Не только Себе Врагов Для той Америки Которую Ты открыл Потому что Не все Будут ее Завалить Это дело Начинает Того Что просто Кто-то Начнет Возмущаться Этой Америкой А кто-то Просто возьмет И прибьет Тебя За то Что ты Мешаешь Им спать Вот Эти моменты Необходимо Учитывать Поэтому Самый Лучший Способ Когда Открываешь Что-либо Новое Это Взять Себя За одно Место Сильно Нажать Чтобы не Хотелось Куда-то Бежать И сказать А ну Стоять Ну-ка Давай Разберемся Что-то Такое Ты Открыл И вот Когда Ты сам Начинаешь Разбираться Сам Начинаешь Жить Потому что Ты Открыл Не просто Об этом Болтать А именно Живешь В этом Как например Живешь По совести В ладу С природом Свято Чья своих Богов И предков Вот в этом Случае Тогда ты Сам Становишься Частью Того Что Прочел Частью Той Самой Америки Которую Открыл И в Конечном Итоге Когда Пройдет Вот этот Наплыв Осознания И Воплощение Тебя Как нового Рожденного Человека В новом Твоем Мир То этот Мир Так же Вместе С тобой Будет Перерождаться И развиваться И только Тогда На основах Спокойного Понимания На основах Своего Бытия Жития Ты сможешь Правильно Доносить Информацию То есть Ты можешь Уже Быть Как Человеком Живущим По этим Заповедям Так и Человеком Взявшим На себя Миссионерские Какие-то Обязательства И это Все будет Нормально Я не устаю Приводить Пример Махатма Ганди Когда Он уже Стал Очень известным И к нему Стояли Очереди Его Почитателей За разными Советами Однажды Пришла Женщина И привела С собой Маленького Мальчика Который Был Довольно Толстеньким И Ну как-то На подвижного Мальчика Не был похож Она со слезами Обратилась К нему И говорит Махатма Мой мальчик Много ест Сладкого Я ничего Не могу С ним Сделать Вы Пожалуйста Как Учитель Объясните Ему Что нельзя Есть Много Сладкого Он Тогда Теряет Фигуру Над ним Начинает Смеяться Он Не сможет Стать Полноценным Мужчиной Вот Объясните Все это Ему Ну Махатма Ганди Посмотрел На него И говорит Зайдите Ко мне Через Недельку Я сейчас Ничего Не буду Мальчику Говорить Ну Хорошо Через Недельку Заходит Через Неделю Махатма Ганди Наклоняется К мальчику И говорит Если ты будешь Есть Много Сладкого И повторяет Те же Самые Слова Которые Говорил До Этого Женщина Ты Меня Понял Мальчик Кивает Понял Все Можете Идти Он Не Будет Больше Есть Много Сладкого Проходит Какое Времени И Женщина Прибегает Уже Водушевленная С радостным Взглядом К Махатму Ганди И говорит Что вы ему Сказали Он перестал Есть Сладкого Он стал Настоящим Мальчиком Который Будет Расти В мужчину Я ничего Ему не сказал Я сказал Все то же самое Что вы говорили При вас же Те же самые Слова Повторил Но Махатма Почему он Послушал вас А не послушал Меня На что он Ответил Вы знаете Я же вас Не просто так Отправил На неделю От себя Где-то же На неделе Была нужна Она спрашивает А кому нужна Для чего нужна И он тогда Ответил Парадоксальную вещь Она нужна была Мне Я должен был За эту неделю Отучить себя Есть сладкое То есть Если человек Живет Потому что Он говорит То это Естественно Воспринимается Окружающими людьми И даже Если на первый взгляд Это непонятно Окружающим людям Они это Воспринимают Так как данность Это есть И с этим Не поспоришь А если человек Миссионер Какой-то Приходит к вам И говорит О каком-то Посте Или Говорит О каком-то Деянии О каком-то Образе жизни Но при этом Его фигура Явно не совпадает С тем Что он говорит Или Его глаза Не соответствуют Той проповеди О нравственности Которую он Произносит Потому что Они все Время Пытаются Раздеть Женщин Рядом Стоящих То в этом Случае Кто будет Слушать Этого Пустомилю Вот о чем Идет Речь Поэтому На мой взгляд Каждый из вас Говорит Правильные вещи Но просто Эти все вещи Должны Быть применены Тогда Когда для этого Наступает Время И если человек Осознал это И не просто Осознал А внял Принял И начал Так жить Вот тогда Он может уже И доносить Эту информацию Быть миссионером И в общем-то И сам будет жить Так как это Полагается Нашему брату Нашему человеку Вот как-то так И давайте За заключение Еще вопрос Прочитаю Один от Виталия А можно еще Добавить Немножко К нашему Такому Серьезному Философскому Диалогу Вот Есть еще Одна вещь Я как бы Не просто Так на реальность Обратил внимание Да Идет информационная Война И вот Как бы Все Я просто Слушаю же Внимательно Все кто говорит И К сожалению Если в этой Информационной войне Не будет Определенного Ну то есть Дано информации В определенное время Как бы ситуация Будет не очень Правильная Согласитесь Вот Поэтому Нужно действовать На разных уровнях Просто Понимание И в том числе Информационной Войны И войны Которая сейчас Происходит В той же В той же самой Сирии И вообще Всех этих Причин Оно должно Быть И вот Это понимание Как раз Говорит о том Что ее Надо ввести Эту информационную Войну И получается Что Как бы Во многих Случаях Я могу Привести пример С князьями Которые В ущерб Своему Собственному Развитию Они Занимались Извините То есть Они могли Выбрать У них Был выбор Либо Вы Во главе Становитесь Бригадой Да Не бригадой Как бы Рати Либо Вы Развиваетесь Индивидуально Вот И они Жертвовали Собственным Развитием Потому что Такая была Ситуация А вот Насчет нашей Ситуации Я абсолютно Четко сказал Сейчас такая Ситуация Информационная Война В результате Информационной Войны Гибнут Люди Благодарю Тебя О чем Я сказал Что Всегда Ложка Дорога К обеду Если человек Готов Сражаться И чувствует Необходимость И знает Как это делать То он Должен Сражаться Если же Он Еще Находится В стадии Того Что он Открыл Америку И Обуян Эмоциями То в этом Случа Первая Пуля Его Так Наверное Всегда Было И так Будет Приходят Новобранцы Надо Говорить Новобранцев Вот Вот о чем Говорю Что Андрей Говорит Примерно То же Самое Что Сейчас Сказал Ты Готовыми Людьми В этом Случае Мы Создаем Очень Много Крови И Иногда Проигрыш Уже Хотя Войне Слово Проигрыш Я не могу Поражение Мы на Себя Ощутим Поэтому Здесь Надо Подходить Очень Осознанно Эмоции Наши Враги И мы Часто Начинаем Эмоционировать Там Где Нужен Холодный Расчет А иногда Где Нужна Просто Эмоции Мы Начинаем Что-то Рассчитывать И себя Доводим До Иступления Вот Об этом Идет Речь Что Ведическое Понимание Миропонимание Всегда Говорит О том Что Необходимо Все Делать Своевременно И В меру Своих Возможностей И сил Осознал Что Это Война Пойми Кто Твой Враг Какими Способами Он Действует Ну То То Есть Давай Оба Изучи Да Вот И там Все Это Написано Все Уровни И так далее Ложи туда Ведическую Основу И вот Тебе Получается Прекраснейший Инструмент Борьбы С недругами Нашими И так далее Мы в принципе Говорим об одном и том же Я думаю Ради слушателей Нас всех поняли О чем идет речь Но первым делом Всегда Всегда Хочешь занять мир Начни с себя Если ты еще сам Больной Как ты Кого ты можешь Исцелить Кого ты можешь Излечить И так далее Вот о чем речь Начни всегда с себя Война идет Понятно И Хотя нет Многим непонятно Не так давно Я общался С очень хорошими людьми Там было Несколько поколений Начинает Котопусик Еще Который в памперсах бегает И заканчивая Уже людьми на пенсии И когда я стал Задавать вопросы А вы вот так Знаете Нет Не знаем А вы вот об этом Слышали Нет Не слышали А вот это движение Известно вам Нет Неизвестно И так далее То есть люди Вообще живут Как будто бы В прострации В ином мире То есть мы живем В своем Они живут в своем Я спросил А какая цель человека Ну они говорят Ну жить честно И хорошо зарабатывать Чтобы семью содержать Хорошо исполнять свое дело Я говорю Ну палач ведь тоже Свое дело хорошо исполняет И киллер Прекрасно свое дело исполняет И те кто леса вырубает Тоже свое дело Прекрасно исполняет А потом реки пересыкают Потом болота эти Высыхают Начинают гореть И города травятся Они же тоже свое дело Сделали прекрасно И деньги за это получили И семьи свои содержат Содержат Может быть что-то здесь не так И вот тут Глазки загораются У многих людей Хотя они сначала пытаются Спорить с этим И переходят на Вот формат такой Мне всегда нравится То же самое Как у зависимых людей От алкоголя От табака Первое Что ну это я делаю так Потому что так надо делать Потому что это делаю я правильно Потом когда человек понимает Что он делает неправильно Говорит Ну а Как по другому Это невозможно И вот все сводит к тому А что мы можем сделать В конечном итоге Я говорю Если вы человеки То всегда можете сделать что-то Просто надо понять Что вы люди Что вы хозяева На своей земле И ответственные за эту землю А не просто так ждете Когда сверху Кто-то вам даст Четкое указание Или придет какой-то Может быть там Новый Рабовладелец И даст вам кандалы Например Не черного цвета А розового Или красного Украсят ваши гирьки На кандалах Чем-то другим Стразами например Ну и так далее Или кто-то вам Виселицу построит Более Хорошего Качества Или там Гелетинку Более острую Вам подсунет И так далее Яд может лучше Вот это надо все понимать Как только начнете понимать Все меняется Вот большинство людей Еще даже не понимают Про то О той войне Ничего не видят О которой ты говоришь А некоторые К таким людям приходят И начинают миссионерить Перед ними И у этих людей Кукушка слетает И она кроме как Десять раз куку подряд Произнести Ничего не может Они попадают там В психушку Или озлобились На весь мир Так что я говорю Все должно быть В свое время Ну невозможно Одинаковые знания Давать первокласснику И десятикласснику Или профессору Вот о чем речь Все должно быть В свое время На своем месте Поэтому нужно И то что ты говоришь И то что Андрей говорит То что Константин говорит То что радиослушатели У нас здесь в чате пишут Все это обязательно нужно Только в свое время В свое месте Я же не призываю Там сесть Отсиживаться В своих домах Нет наоборот Действовать надо Действовать и действовать Но первым делом Для себя самого Посмотреть в зеркало Для начала Изучить себя На окружающих На этот мир Давайте все-таки Позавершающий вопрос Зачитаем Виталий Вопрос в эфир А может это судьба Со славяно-арийскими Ведами Так вот Не затейливай Такой вопрос Ну давайте Ответим на него Да и уже будем Итоги подводить В следующей нашей встрече Ну мне очень Не хочется Чтобы люди Воспринимали Вопрос Связанный Со славяно-арийскими Это может Это судьба Вообще-то Уже было сказано И отвечено На тот вопрос Что делать Могу так сказать Это очень серьезно Если доступ К знаниям блокируется Это очень серьезные Последствия Для тех Кто это делает Естественно Вот А для общества Вы просто задумаетесь Опять же С точки зрения Эволюционного развития К чему может привести То что Обществу Обществу блокируется Уровень знаний Достаточно высокий Я могу Дать простой ответ Не обладая знаниями Это общество Может погибнуть Да действительно То есть Если например У нас Нет определенного Космического уровня Знаний То общество Может погибнуть Например От астероида Если этот уровень Знаний есть И такие есть Иерархии Которые могут Повлиять На процесс Например Движения Астероида Тогда общество Не погибнет Значит Что На весах На весах Может висеть В том числе Жизнь целой цивилизации Поэтому Я думаю Что Это кстати Не преувеличено Это не преувеличено Потому что Цель цивилизации Как раз И создать То Те знания И тот разум Который превосходит Существующий На текущий момент Это цель развития Цивилизации Непосредственно Поэтому Такие вещи Как судьба Воспринимать Не надо Надо воспринимать Правильно То есть Какие есть Причины Какие есть Последствия И какие действия Это вызывает Дальше Благодарю Костянтин Как отвечен Это вопрос Ну я скажу Что По моему Нельзя так ставить Судьба Это или не судьба Сейчас идет война Ночь сварога Закончилась Началось там Утро сварога Если говорить Такими словами Но Война продолжается Она не закончилась И Это так В том числе И Есть Так сказать Физическое проявление Этой войны Поэтому Я бы не стал Отставить Такой вопрос Что это судьба Это не судьба Это Свершившийся факт С которым Надо По мере силы Возможности Бороться Ну собственно Горячим Мы занимаемся Ну я бы так Ответил Благодарю Андрей Пожалуйста Тебе микрофон Благодарю Я наверное Переадресую Этот вопрос Все таки Богиня Макоши С ее дочерьми Долей И не долей Потому что Вопрос Он действительно Такой больше Риторический И он не требует Ответа на этот вопрос Потому что Смотря что Автор Виталий Вкладывает В понятие Судьбы Но Есть интересная Аналогия Что Сейчас По современному Календарю 15 год А 15 Нумерология Это число Кармы Рока Судьбы Как раз таки И то что Славяно-арийские Веды Запрещают В год Рока И судьбы Думаю что Они долго Продержатся В качестве Запрещенной Экстремистской Литературы Так что Это идет Просто Колебательный Такой процесс Дежурные Дежурные изменения Из-за Интенсивной Динамики Событий Все слишком Ускоряется И Отобразилось Это на Славяно-арийских Ведах Мне хотелось Бы Сказать Что То что Мы наблюдаем С ведами То что Они признаны Экстремистской Литературой Это всего лишь Часть Какой-то Всего лишь Кирпичик В более Масштабных Процессах То есть Не нужно Рассматривать Славяно-арийские Веды И их признание Экстремистскими Как Отдельно Изолированное Звено Выхваченное Из контекста Если посмотреть На ситуацию В целом То идет Шахматная Партия Но Она складывается Пока что Не в пользу Тех Кто играет Против нас Так что Здесь я не думаю Что это связано Так непосредственно Прямо С понятием Судьбы Как с чем-то Обреченным Скорее Цепь Логика Ходов С обеих Сторон Обеих Играющих Сторон Привела К тому Что сейчас Славяно-арийские Веды Действительно Признаны Экстремистской Литературой То есть Это было Обусловлено Многими силами В том числе И людьми Благодарю Ну давайте Теперь уже От себя Скажем Несколько добрых Слов Каждый из вас Произнесет их Чтобы душа Раскрылась Развернулась И как-то В памяти Какая-то Финальная Точка О нашем эфире Осталась Давайте Начнем с Константина Константин Представляй микрофон Что касаемо Касаемо Моего выступления Да Я думаю Что все-таки Не стоит Христианство И православие Свидетельским Миропониманием Называть Противоположностью И там И там Конечно же Имеется Доля истины Но Веды Как я уже Показал ранее Думаю Что это Изначальное писание А Библия Уже как бы Компиляция Свет Но уже С позиции Социальных Паразитов Просто Необходимо Вот хочу Подчеркнуть Необходимо Читать Думать Анализировать И исследуя Все это Очень важно Уметь Научиться Понимать Правду И видеть Ложь Как я уже Говорил Тексты Необходимо Изучать И анализировать А уже Из совокупности Всех этих Данных Беря Материал Из различных Источников И сопоставляя Его Уже Вырисовать Некую Картинку Событий И уже Только тогда Лишь Пытаться Ее Объяснить Вот это В принципе Называется Научным Подходом А все Остальное Вера В современном Понимании Этого Слова Ну вот Так Благодарю Юрий Пожалуйста Я буквально Хотел Сформулировать Мысль Что Не стоит Отключаться От Существующего Мира Со Всеми Теми Процессами Которые Происходят И Попытка С одной Стороны Полностью Приключиться На Внутреннее Как бы Самосознание И Вот это Вот Процессы Которые Внутри Вас Не позволят Полностью Не позволят Полностью Воспринимать То Что Вас Окружает Это Необходимо Воспринимать В комплексе Для Человека Который Стремится Не только К собственному Совершенству Кстати Это еще Один Очень Немаловажный Факт Не забывайте Что Общество Без Того Чтобы Такого Коллективного Взаимодействия В обществе Оно вообще Просто не выживает Мы все Понимаем Что такое Эгоизм Поэтому К чему Он приводит В обществе Поэтому Здесь Нужно Внимательно Смотреть И Действовать Не только В плане Собственного Развития А в плане Благоприятного И пользы Для общества А пользу Для общества Можно Принести Понимая Какие процессы Происходят В том числе Процессы Связанные С разрушением Общества Через Информационную Войну Поэтому Естественно Естественно Так или иначе Надо еще Конечно Понимать Процессы Правильного Развития Но с другой Стороны Обратите Внимание Что победа Например В Великой Отечественной Войне Произошла И в том числе С теми Полками Новобранцев Которые Пришли На эту Великую Отечественную Войну Они были Просто Эта сила Была Необходима Там Вот Конечно Как это Не печально Но Как это Не печально И в том числе Новобранцы Действовали Умирали Вот Я не говорю О том Что Что Это На текущий Момент На текущий Момент В этом Есть такая Необходимость Но Необходимость В борьбе В информационной Войне Есть И мы Кстати Прямо сейчас Видим Вот насколько Она обострилась Эта информационная Война Поэтому Нужно делать Те действия Которые Необходимы Сейчас И я просто Уверен Что Эти действия Они тоже Дадут Развитие Человеку Просто Необходимо Давать Понимание Этого Развития Что Что давал Николай Левашов Если вы Посмотрите За его выступлением Вы увидите Что делались Те действия Которые Необходимы Именно Не которые Там Через Некоторое Время Может быть Там Человек Разовьется И Он Начнет Действовать Нет И во время Вот этих Необходимых Действий Шло Развитие Человека Благодарю Андрей Пожалуйста Микрофон На заключение Благодарю Друзья Я всем Желаю Успехов В познании Самосовершенствовании Во взращивании В себе Определенных Добродетелей Определенных Качеств Проработки Своего Внутреннего Мира В прохождении Жизненных Испытаний Которые Нам даются Для того Чтобы мы Эволюционировали И для того Чтобы мы Сохранили Этот цунгцванг Который Играет на нашу Пользу Как раз Говоря Я языком Шахмат Я искренне Советую Действовать Действительно Действовать Но Действовать Продумывая Свои шаги Ну На три Хода Вперед Хотя бы Иначе Этот цунгцванг Может просто Разорваться И Это удачная И По результату Своих действий Он Может Получать Обратную Связь О своих Сильных И слабых Сторонах О своем Совершенстве О своем Невежестве Я искренне Хочу Пожелать Всем Нашим Слушателям Взрастить В себе Добродетель Терпения Потому что Сейчас Добродетель Терпения Будет Очень Востребована Терпение Не в смысле Терпимость К невежественным Сторонам Нашего Общества Терпимость К мерзостям Как Толерантность С медицинской Точкой Зрения Нет Я имею ввиду Терпение По части Умение Выжидать Нужного Момента Для запуска Своих Действий Если Человек Хочет Действовать Я Искренне Советую Ему Не сразу Начинать Действовать А Быть готовым Если нужно Немножко Выждать Момент Чтобы его Действие Было Более Результативным По принципу Дорога Ложка К обеду И Наблюдал Много Раз Когда люди Действительно Из-за Отсутствия Добродетеля Терпения Допускали Фальшстарт И в итоге Их действия Которые Могли бы Сработать И попасть В яблочко И иметь Колоссальный Результат Из-за Преждевременной Реализации Из-за Преждевременной Реализации Их Мотива Происходила Пробуксовка Я искренне Советую Всем Набраться Терпения И Продолжать Движение В заданном Направлении Где есть Место И информационной Работе По части Предоставления Возможности Людям При наличии Желания Познакомиться С глубинными Знаниями Не навязывая Их при этом И не Как-то не вмешиваясь В их личный Выбор И при этом Заниматься Самосовершенствованием Потому что Ради этого Собственно И живем Благодарю вас Всех Друзья И всем успехов В познании И в эволюции Благодарю Как в древности Говорили Если ты Хочешь потушить Пожар Плеская на него Что-то То не плещи на него Масло Только из-за желания Что-то на него Плеснуть Плеснящие Да Здесь необходимо Понимать Что есть желание Есть необходимость И еще То чем Ты собираешься Воздействовать На что-либо Пожар Сейчас идет Поэтому Необходимо Очень необходимо Доносить информацию До людей Поэтому Я предлагаю Каждому из вас Распространять информацию О радио Делать мир лучше Потому что Вот сейчас Как раз Это единственное средство Массовой информации Которое Не подчиняется Каким-то Установкам Извне То есть Нет у нас Спонсоров Которые бы сказали Мы тебе платим Денюжку Вот за то Что ты будешь Говорить Вот это и вот это Наш коллектив Единомышленников Собрался для того Чтобы наконец-то Разобраться С нашей древностью Искать какие-то Подтверждения Доносить это До слушателей И чтобы Вот Наше Рассеяние Наши роды Здесь Все-таки Поднялись И Не Объединились Против кого-то Объединились Для чего-то Для чего-то Здесь Замечание Екатерины Вот многие Товарищи Которые делают Что-то Ради Звездочек На погонах Или чтобы Не уволили Зная Что нарушают Закон Что обвиняют Невиновных Они же Так и говорят А я это делаю Для своей семьи Чтобы меня Не уволили Чтобы моя жена И дети Не голодали Ни в чем Не нуждались И тому подобное Но они Уничтожают Тот мир В котором будут Жить и расти Их дети И они даже Не понимают И мне сразу Вспоминаются Слова Тех Людей Которые Воевали На стороне Нацистской Германии Когда уже После Победы Их спрашивали А почему Вот эти Преступления Делали Они говорят Ну я же солдат Я все лишь На себе Исполнял приказ Я Исполнял приказ Если бы я его Не исполнял То бы мои дети Голодали Все бы было Очень плохо Вот как-то Это пересекается Очень печально Пересекается Уже С прошлым И в очередной раз История Учит нас тому Что она никого Ничему Не учит В заключении Вот еще хочу сказать По теме Хочешь помочь Человеку То для начала Пойми В какой помощи Он нуждается Как ты сможешь Оказать эту помощь И как он сможет Ее принять То есть Ты должен Подстроиться Под того Кому оказываешь Помощь Иначе Оказание Помощи Может нанести Ему Вред И в заключение Мне остается Только Сказать Что у нас Сегодня На календарике Второй день Месяца Белого сияния Покоя мира 7524 лет От створения Мира Звездном храме Асьмица По одному Из древних Календарей По одному Из современных 13 декабря 2015 года Воскресенье Мы говорили Достоверности Славяно-арейских Вет Это была Часть третья Участвовали в разговоре Андрей Ивашко Юрий Тяжлов Константин Дарманчук Я благодарю Всех Участников Нашей Сегодняшней Беседы За столь Интересные Высказывания Зачитывания Каких-то Отрывков Из Интересных Произведений Разных Авторов И Писаний Это очень Обогатило Наш Багаж Также я Благодарю Всех Участников Чата За то Что они Столько Долгое Время Находились С нами И здесь Активно Общались Напоминаю Что Чат Это Такая Структура Которая Позволяет Вам Писать Вопросы В эфир Общаться Друг с Другом А нам Позволяет Понимать Насколько Эфир Вам Полезен Насколько Понятно То Что В эфире В данный Мент Происходит Еще раз Говорю Если у вас Есть желание Сделать Лучшее Изменитесь Сами Для начала Начните Действовать Уже Измененным Понимая Четкую Цель И Не скупитесь Передать Добро Другим Людям Не скупитесь Передать Информацию О том Что вы узнали Потому что Как говорили В древности Если ты отдаешь Одно яблоко То у тебя Одним яблоком Становится Меньше Если же Ты делишься Добром И информацией Полезной Правильной Знаниями То тогда Знание увеличивается Добро увеличивается Вот сейчас То самое время Когда надо Делиться Добром Надо делиться Знаниями Не скупитесь На добро Не скупитесь О знаниях Расскажите Радио Своим друзьям Шутка Ну На этой Позитивной Ноте Давайте Мы с вами Уже Расстанемся Я Еще раз Низкий поклон Передаю Всем участникам И надеюсь Что Такие Встречи Дружеские У нас Будут продолжаться И мы Сможем Разбирать Темы Которые На сегодняшний день Не только Интересны А и Необходимы Еще Всего вам доброго До новых встреч Услышимся Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров